всем привет друзья мне тут антон власов и юлия анешка и сегодня мы снова охотимся за изменниками за теми кто рушит семейный очаг и серия называется отцы и дети нет так что присаживайтесь поближе отложите все ваши дела и начинаем слушая не удивлюсь если все начнут усы носить они увидят как мы круто выглядели сами такие наверное там скорее всего друзья подумайте об этом даже если вы женщина носите усы узнаем правду и вы увидите что будет дальше в новом реалити измены вижу петра и мне смешно становится у меня сразу дерево вариантов это как прокачка в каком-нибудь рпг очень тяжелым ты можешь знаешь сначала подумать чтобы он мог сделать чтобы он не мог сделать но видно по нему сразу что сегодня он настроен прямо от души на станет пока что это пока что заставка вот чем хороши дети тем что они не пользуются губной помадой тем что они кричат не громко посоветовал такие усы поносить дедели все сбрею после второго реакта вот детей блять я у меня нет монетизации на роликах живым я не там блять они я удивляюсь постоянно они смотрят такие у них усы и точно желтый значок и ванитами ой гоноре а нарядный ты заметил да прямо слушай смотри и бухает уже в клетку мне кажется они едут с какого они просто вечером отдыхали очень хорошо они были на этом свингер-пати видимо юристка была за рулем потому что она свежая всех я вот уже слышал кучу историй про петю то что он подыгрывает типа в реальной жизни типа такой приколе про вот эту которую любит про татьяну винограду еще ни одной прикольной истории не слышал я думаю услышим скорее обыски да мы слышим одну прикольную историю когда я загляну в свой ящик и там будет написано суд за клевету коллективный иск а за клевету сажают я насколько знаю нет административка ой 500 рублей татьяна виноградова что творите как так можно да сразу с пятерыми ну что ж вы такое творишь жена примерная вроде нашу изменников ловит сама о нет очень интересная супружеская пара они оба художники ему 24 ей 27 молодая богема слушайте творческие люди они такие же как и мы все они так общаются будто это реакторы которым нечего сказать но они да они как бы тянут какие-то паузы молодая богема да это семья на самом деле там шестеренки крутится вообще не то он думает он думает так все ли я взял с собой знаешь он видишь вода тебя кисточкой смеяться ой как хорошо не он ездит у него рядом стоит саквояж и он знаешь ловится на мысли такой и молчит такой наверное что-то забыл клофелин взял вместе ты куда мы сейчас молодая пара либо они едут на кочки из багажника желтоморда и там сидит вы как-то так странно обособляет никто не спорит что они такие же просто творческие люди особенно художники намного острее и ярче воспринимают проблемы в отношениях так ну ладно ой какая ты умная она психолог я в прошлой передаче прочитал узнал что она психолог а в этой передаче узнал что блондинка юристка юрист видите ребята чтение она открывает перед вами возможности получать информацию когда ты читаешь ты можешь узнавать новые вещи ты на сам у нас образовательное шоу научпопа я по научпопу двигаюсь последнее время как и дучить ребенка от мастурбации в общественном месте просто позовите меня а может быть он наоборот начнет быстрее это дело вот это уже другая история леонид каневский такие русы встретимся с михаилом и узнаем что у него ситуация очень интересно вот а по интонации прямо свершенно очень интересно в их ох петр темная лошадка миш я ирина сразу понятно с ним изменяет это человек шок или это это какой-то баревич его друзей скорее всего такие шок или кальянная это кальянная наверное табаки стоят это табаки лето это такой художник который он да или именно так перерисовались картина что квадрата черный нарисовать нужно было ускорить и ничего это вот так выглядит это когда сишки кончились и тени где купить ты рисуешь черный квадрат мнение вредно друзья если бы вы читали вы бы это могли прочитать на поиску что тебе нужно сделать 10 фактов о чтении а чтение то можно делать когда ты умеешь читать интересно звучит неинтересно не хочется читать чтобы потом рассказать факт очки недавно приятно ну конечно прочитали ваше письмо но хотелось бы услышать лично вашу историю но чтобы нам все было понятнее слушай они взяли этих двух девушек женщин до посадили кальянную и как-то вся сцена выглядит слишком пошло и сейчас это еще раз покажет обрати внимание все начать я совсем познакомился да видно по нему озабоченный видишь даже сразу не знаю как слюну это деть проглотить не проглотить его наверное весь свитер он слюну копит чтобы это сразу просто самый озабоченный блять какой-то чувак который играет доту естественно были от него пахнет санины из первых так пахнет от каждого второго не означает я замечу что это не означает что человек плохой художки научились вот реально вот убрать пацана это прям кадр из порнухи сейчас им мороженое принесут и они будут с одной чашки жрать а потому кажется слушая психолог да смотри смотрит и как похотлива походу да у них трубы горят глаза стеклянные маточные блять это молодого парнишку они когда фотографии дела перебирают везде клеймо петра у него на месте у него часть своя да он моё пока она жила в общаге мы встречались сейчас живем вместе а из какого города приехал оси из краснодар а покажите пожалуйста ее фотографию да сейчас интересно интересно я все прослушаю на что ты смотрел я думаю почему все выглядит как в порно потому что это воображение этого мальца понимаешь мы сейчас находимся внутри как бы сна я понял то есть мы нормальный абсолютно красивая девушка что у него с этой девушкой секс скорее всего да и не только с ней они встречаются да она переехала юлик я тебе рассказываю что мы смотрим она из краснодара к нему приехала и заподозрила и он ее заподозрил что она ему изменяет то есть он как бы прямо говорит вы знаете в краснодаре одни бляди живут вот что он сказал я его абсолютно не поддерживаю я считаю что в краснодаре живут да самые порядочные дамы мы считаем что этот парень козел ебаный он так говорить про краснодарских девушек не должен вашей квартире да у меня мы раньше с мамой жили сейчас с аси мамка блять была отравлена градусниками битами как вот эта история кстати друзья у всегда одна и та же вот приезжает тёлка с краснодара начинает на уши садиться подстрекая чувака постоянно ртуть мамки в подушку и мама такая вот что-то мне плохо так прям вообще выбить и выбить и срочно чайку а мама да это у нас краски такие это от красок у тебя аммиачная такая кисточку облизывает ты можешь сказать можно и съедобная краска ртутные краски у вас какие-то свинцовые у меня под глазом вот здесь серое все уже да слезы текут кровавые ребят какая красивая картина со ртутью миша мы так поняли вы обык саси художники вы этим зарабатываете на жизнь деньги в основном заказов оформительство декорации бывают в частной айси и скорбина я считаю да она там пару заказов оформит у нее уже там будет пол дома на кармашке да почему блять как мало то я может быть она знакома кстати скорее всего на подруга настя рыбки они плавают на яхтах пока этот человек сидит рисует блять свои мемасы и бутся там она рисует пенисами себе детей в животе прямо как будто какая-то алена апиной песня но это по сути знаешь что это конечно называется нарисуй мне как сказать светлое будущее вот она чё дети цветы жизни а чему не нравится тогда вопрос потому что он не может завести ребенка наверно вот что я думаю да он импотент мне кажется его задело немножко ртутная диета мамкина блять пары ртути добрались до их комнаты да конечно он там вдыхал их там чё только не нарисовал заказы если стену надо расписать или потолок я еще ребят натаскиваю вообще хочу пединститут закончить мне нравится понятно все это лампаса решил посидеть блять кстати похож на олега из группы которые умер а вот если если волосы убрать может даже на ларина похож чем-то если венок блять нарисовать но творческий человек они все такие может быть у них есть схожие черты понятно миша скажите сколько сасья вы женаты я не могу мне всегда кажется что она бухая потому что она не искренне улыбается вот я понял почему даже она улыбается вот так так улыбается обычно всякие эти чуваки которые приходят тебе там интернет провести еще что ты спрашиваешь так сколько с меня фонд не и чуваки питер интернет провести приходят они вообще не улыбаются к нам два приходила они вообще ругались между лавы прям скандалили даже говорит и один и постоянно обижался и она горит они как баба с мужиком типа все закончили один как чё-нибудь пизданет они опять ругаться но так улыбается только те кто хочет вас очень сильно наебать вот я так и прям как мама не стала так мы сочи съехались меньше выписать блять мама не стала понимаешь мама это никуда не переехала ничего мать не стала вот я тячу мать-то подсидели блять сидели мать или наверное это художество да я тебе говорю сразу все складывается приехала развратная бледюга которая охмурила московского парня на манку надавили ножиком блять давление сильно грудная клетка пробилась блять мать в письме что ваш отец внезапно объявился как раз не так давно да и отец и моложе его естественно знаешь как по закону жанра приходит парень лет семнадцати гриб ты не знал это ж я блять вы не знаете у него еще есть дети кроме вас нет жена есть пока понятно озабоченный блять чё 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 какая-то я еще да да вот кончи вот такая у него жена алена песку да реально приходит такая ха хаша это кто это лицо её типа не она там а на так руку и делает ха 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 алена песку на мать этого парня теперь как тяжело быть сыном алены песку да уж не тяжелее чем блять Будьте я Ваше не позволяло ему с вами общаться А теперь Мне это не интересно, давайте сменим тему Поговорим о том, почему вы начали подозревать Асю Она к преподу ходит А у нас в узких кругах Легенда о том, как он Со студентками зажигает И тут Ася Я знаю, сколько стоит у него час Откуда день Вот ты устроился, да? Преподаватель-то хорошо А потому что, я объясню, почему так происходит Слишком много культуре А я же тоже подработал Да? Натуралист? Как там называется это, блядь? Натурал? Репетитор А, а что ты преподавал? Я сейчас преподаю Взет, запизделся Музыкальные инструменты Просто не везде можно играть на музыкальных инструментах Очень шумно Только в таких помещениях, знаешь, в которых широкие стены Подвал вот хорошо Музкие своды Да Там хорошо просто акустика проходит А акустика? Оп! Вот тут хорошо Видишь? Одни кирпичи Но не так хорошо, как вот пониже Пониже там вообще замечательная звукоизоляция Так что А не берешь нисколько, наверное, да? Первый урок бесплатно Друзья, записывайтесь Дальше не доходит Записывайтесь к Юлику На первое занятие бесплатное Если будет второе, блядь И вы до него доживете Там уже будет понятно Очень большую цену заплатите Мне кажется, да, в итоге? Да, нет Так, Миш, подождите У вас есть какие-то конкретные основания так думать? Или просто пока подозрения? Ася покупает себе кисти по 15 тысяч Заказала новую пастель из Европы Слушай, а такие кисти вообще Как, как, блядь, пользоваться-то? Это че такое? Че так дорого, блядь? Я знаю, что есть кисти беличьи Коя белка стоит 15 тысяч Ну, а ты когда-нибудь ловил белок? Я имел такую возможность Понял? Ну, она прям ко мне на штаны запрыгнула Я мог ее прям взять И сделать из нее кистей, друзья Ну, ты мог сделать 15 тысяч Блядь, вот она вообще Слушай, ты Крестовский остров, друзья Белка просто подошла к тебе такая Сделай из меня кисточку, братан Размажи мне голову Сдери Прям вот с уши кисточкой С уши кисточкой Хочу Хочу приобщиться к искусству И понимаю, что это единственный шанс Ну, вот Поучаствовать в создании картины А я просто не умею, на самом деле, делать кисть Я отрежу просто уши белки И буду Я просто вот прямо ушами Разукрашиваю картину Белку брать в краску Белкой рисовать Блядь Это че-то слишком сложно Но я так люблю животных Я тоже А почему мы тогда так шутим плохо про это? А мы Это не мы такие, блядь Это вот эти люди Они вот видите, что творят с нами Мы как Нет, мы как дети Которые только что мотные слова узнали Их никто не останавливает И мы все дальше Да, мы можем ругаться Пока Пока вот не устанем Пока язык не отцов Пока уже, знаешь, не начнет казаться смешным слово, которое ты повторяешь миллион раз А потом уже, знаешь, когда устаешь, ты такой, ладно, давай мы следующий день будем говорить вообще все без мота Расходники стоят очень дорого Откуда это все? Я не понимаю Ну вы пытались у Аси узнать, откуда у нее деньги? Да Она говорит с заказа У меня тоже заказа И немало Но я столько не зарабатываю А знаешь, он рисует там просто палка-палка огуречка Она просто... Я не знаю... Продукцию суперточную Монолизу рисует Ну так откуда что-то там удивляется Чувак бестолочь, блядь Он стену разрисовывает Да он мать свою убил Начнем с этого, блядь Ебаный маньяк Маньяк и бездарность А сколько лет ты ему, извините, блядь? Нет, ему, наверное, 7 Он слишком этот быстро растет Да, у него болезнь Он быстро стареет, стремительно Ну тогда... Горит, роганя Ну это ж не повод его прощать Не повод Нет, это может довести дело до конца, блядь А я буду рад, на самом деле, что если ему тёлка изменит Какой-то он, блядь, такой непонятный Я бы посмотрел, блядь Я бы посмотрел, я бы поглядел И поглядел бы, как он глядел Я все-таки реактор, блядь Я и подумал, может, она с этим Якова другими мастер-классами занимается А, Миш, скажите, а есть еще что? Они такие, да ладно тебе Ну что ты так близко к сердцу применешь? Конечно, она тебе изменит Да кому, а кому? А ты можешь кисточки за 15 тысяч купить? Да, кисточку Белку только можешь поймать Да и то, наверное, знаешь Не может Не каждая белка Можно я очки, к примеру, ты не против? Да, конечно, примеры Они уже довольно потрёпанные Много чего через них видно было Продолжаем, Юля? Мы реактор или как? Звонки или Ася остается часто ночевать у подруг, к примеру Было пару встреч Ночные показы для своих И опять с этим Яковом Я как представлю, что она с ним Яков, блядь, еврей Сразу слышно смотрел Вунш-бунш, блядь Нет Вунш-бунш 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 И там, по-моему, был Закочите Якова Немножко так Ха-ха-ха И Яков такой Ха-ха-ха Ха-ха-ха Думаешь, ему это нравится? Мне 70 Это мне очень нравится Когда меня щекочут И он такой Стоп! А, блядь! У него там защипил Слишком много щекотушек Так уж я Они такие, типа, быстрее вызывать скорость Сейчас кончатся кисти по 15 Кто вам будет покупать? Где мы другого Якова найдём На всю Москву? Нигде Миш А может просто дождаться ему Когда Яков откинется Да и всё То есть, когда я долго остался Он-то молодой Молодой Ему 7 лет Бля, прикинь, Яков Самый будет долгоживущий человек На земле 130 лет прожил Он уже под 70 Этот молодой чувак Он такой Сука, Яков Я бы тебя убил Блядь, я не знаю Ртуть-то продаётся Просто Градусник Блядь Подождите Не надо ничего представлять Ревность Это очень страшная штука И сейчас нарисуют вам страшные картины Но вы не знаете Есть ли там действительно Повод для ревности Я знаю Я поэтому к вам и обратился Миш Давайте не будем нервничать Мы обязательно постараемся вам помочь А вот Они заканчивают О, а вот и наш кальян Отличный Да Покурим А где же всё это время был Пётр? И включает какой-нибудь Пётр кальян делает Аааа Табак рубил Всю эту укладу Да какой табак Он там мышьяк завивал Этот клофелин копал Там табак Ну с чем-то расслабляющим Вот они Клофелином, блядь Он сильно расслабил Я думаю у них выходные Пётр их Ну просто расслабить хочет Ебёт Как выходные Так сразу к Петру Блядь Это может кальянная Петра А что мне нужно делать? Да вам-то ничего делать особо не надо А вот нам надо Как можно быстрее Повесить камеры Чё ты улыбаешься у человека? Да Горе, блядь Он такой Мать умерла Тёлка из меня Может это профессиональная деформация? Это не повод Это? Да это, блядь Не то, что деформация Чувак, это просто Искорёженный металл Twisted Metal Есть люди, которые Просто вот всегда так Такое ощущение, что знаешь Вот у неё Это какой-то дроид, блядь Я не говорю, что это плохо Просто странно, что она В любых ситуациях улыбается Мне кажется, её дёрнут за уши У неё лицо отвалится, блядь Просто подойти И такой будет газ Такой А там сидит Какой-то инопланетянин Такой Вы чё, суки? От закрытия обратно, блядь Как в Людям Чёрном Хорошо Можем сейчас Отлично А если нет дома? Ой, блядь Увидят они то, что не хотелось бы И принято помещено Значит, хорошо Машину вас и водят? Нет, у нас нет машины Да, а он такой, типа Да ладно кисти Да он три ноги, блядь У него хуй огромнейшие, блядь И он такой Ну всё, с этим уже ничего идёт Потом окажется, что она И Якова И других художников И Забиякова Да, и всех там А она такая Да И алкоголика соседов пускает А она, знаешь что Будут опрашивать Говорить На полиграфе прямо Вот она сидит С этими всеми штуками Там пишущая эта хуйня Они говорят Значит, что вы там делаете? И у него Да Да, сначала А потом Идеально прямая И она такая Да Ничего Мы ничего не делаем Я прихожу Обнажаюсь Там чуть-чуть Меня рисуют Меня рисуют Потом я Яков Так Скажите Слово Яков И в итоге Меня пускают По кругу Я забыл Сказать совсем И потом Рисуют Как меня пускают По кругу А рисуют Мои гениталии Беличьими кисточками Прямо по гениталиям Да Прямо на них Используют Вагину Как Как называется Не видели фотографию Эта Репродукцию Дельфин Где вместо глаза У меня шоколадный Глаз мой А вместо рта У дельфина Моя пизда Это я Это нарисовал Современно Ну что ж Мы можем прямо сейчас Поехать Че это было Подвезем Вас подвезти А вот так вот А может он ей просто понравился А я гадости говорю Ну Ты слушай Она просто хочет Зарыться своим лицом В его паху А я гадости говорю Просто Чтоб он Всю дурь из его башки Своим болтом выбил А я гадости говорю Юлик а что делать то есть Со своим Мужем Да тогда У нее муж есть Почему За мужем А как думаешь нет Какой же у нее муж Она уже разведена Ахахаха 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 Она уже надо разведенка Пластмассовом стакане Коньячок А на бледненькой коленке Синячок Разведенка Ты моя Разведенка Девушка С маленьким ребенком Мы с корпоративами С маленьким ребенком Ахахаха Круто Поехали Поехали Раскладушку Раскладушку Для ребенка Ахахаха А ты прыгай ко ко мне Разведенка Ахахаха Поехали Друзья Ну Уже дать можно Так Так Усы Пою Люблю детей Корпоративы Свадьбы Дни рождения Детские утренники В основном Слушай, нам кажется Скоро прилетит коктейль Молотова Ахахаха Стас Борисовский Не потерпит такой большой Конкуренции Он такой Бля, я за 10 тысяч Нахуй Катаюсь Поджигает Ахахаха Ахахаха Ебало Гореть начинает Как кот Ахахаха Масло не стереть Ахахаха Руки гореть начали Ахахахаха Господи, я весь в огне Он забыл, что блядь Тебе в коктейль Он поджегал Скоты Ахахахах Ахахаха Просто жуч У него жир начинает гореть Он орет Ахахаха Я горю А там все в огне И никто не понимает Что горит Горит автомобиль Ахахахаха И там люди приезжают В пожарный Тушат Они такие Ты куда Стас Борецкий? Сгорел, бля Мы думали это газель Можно Стаса Борецкого На фон положить Ахахаха Конечно Он будет как горами Вереста Огромный, блядь Просто прям Знаешь, как будто вот Да, там много места для него Кажется, что мы сидим на зеленке Но нет, это настоящее пространство Видите, зеленки нет Да, надо было Стаса Борецкого Вместо В год оф вор Вместо этой Древесной Как там Скалы Женщины Как ее звали, я не помню Чтобы вот Он был друг другом Кратоса В третьем год оф вор был Вы чего? Не, я только в последний играл Аааа Наш технический специалист Миша Камера В погоне Все Миша что-то это Не такой уже веселый Да, Миша думал А в смысле Мы Двумя девчонками сейчас покатается А в итоге там Петр Знаешь, и Петр когда ему руку жал Он ему чуть-чуть сильнее сжал Он его, знаешь, костяшки вот так начал играть Он такой Но он не показал Он такой Не показывай вида А машина тоже Да, все верно Наши клиенты У Петра, ты знаешь, всякие такие приблуды есть Типа этот Шокер на палец Он Он такой, сука Микроукол сделать из кольца И не Он взял ДНК У него сразу же Вот он, типа маленький уколчик Он даже не почувствовал Привет Он сделает себе копию Клона Держать А у него клоны растут дома Пиздец Очень быстро, да У него целая темница Как в черном зеркале У него Он же безмерно богат Да, он кстати очень богатый человек У него целая темница с клонами Поэтому Аккуратнее надо Но если ему нужно срочно У него как в черном зеркале Есть специальный суперкомпьютер В который он кладет Образец ДНК И загружает этого человека Внутрь программы Слушай, а вот ты сегодня стригся Ты был у парикмахера Ты волосы забрал Сжег? Нет Аааа Бля А меня клонирует? Копия А что со мной будет делать? Ха-ха-ха-ха Надеюсь, я буду хорош Ха-ха-ха Не подведу Там же будет сохраняться Вся моя память До сегодняшнего дня Да Класс Так тебе и надо Он будет Ёбаный Антон Твоя копия будет знать Где она находится И за что Ха-ха Ну и хуй с ним Это ж не я настоящий Это ж моя копия Наблюдением 24 на 7 Ну серьезно? Да шучу Походите в машину Спасибо Ха-ха-ха Как он, да такой? Да шучу Шучу, шучу И реакцию посмотрел Мне хочется посмотреть новый сезон, когда пойдет Когда Петр уже Когда он будет знать Все Что он Петр И именно такой Петр из наших историй Он сможет отыгрывать это и делать по-разному Я считаю, что мы Петру дали очень хорошую базу для того, чтобы он сформировал своего героя как вот именно такого серого кардинала, блядь Он же Он очень богатый У него есть все возможности, но он просто по фану это все делает Вот ему разрешили просто Я думаю, после нового сезона режиссер уволит Петра, скажет, что-то Петя Что-то петь Разошелся Ты что-то да Ты варишь камеру в унитазе настоящих Настоящих Да, а он не бутафорских Он реально посмотрел Инфракрасная эта хуйня Он говорит, реально это камера, блядь Петр, ты что, Валда Ты реально смотрел все Втихаря купил настоящих камер и заменил бутафорские И реально следит за людьми Реально терабайты данных, все это скачивается Ну красавец сегодня, конечно, вообще Такая музяка в этом шоу классная Все, приехал Вон тот подъезд Только дайте мне минутку, ладно? Опять улыбку У меня там бардак Как будто она что-то знает А она много чего знает Вот вообще про всех и все даже не знают, что она может знать И она вот это все знает Мне кажется Она просто как-то раз Высадил ее Петр где-то У нее попала молния И она, знаешь, вспомнила все языки, блядь И она поняла в чем смысл Ёбаной этой жизни, блядь И она оказалась Что знает кое-что про Петра Потому что Петр-то не человек А вот дальше смотри Ну что с вами приятно Мир, да не переживайте, все нормально Мы вас подождем Ну вы нам тогда смс киньте, да, и мы поднимемся Хорошо Такой сговор Петь, ну что скажешь? Ребята молодые, творческие Могла я, Вася, влюбиться в препода или в студентов какого-нибудь Всякое может быть С кем не бывает Я сам когда учился Петр говорит Я сам когда учился у меня был Преподаватель один Мы уже целых шесть минут смотрим И все еще не видели эту девушку Уже целая, целая жизнь прошла Время прошло, да Не знаю, минут тридцать, наверное Опять Опять Я говорю, с каждым днем новый рекорд Тридцать две минуты Помните, он написал про студию какую-то? Надо будет потом у него уточнить Студию еще прощать Надо музыку потом написать У него уточнить Петр из машины ставит Камера и в туалет Камера и в туалет Пойдем все Пойдем Хочу экшен Да, не хватает Проходите Вот так и живем Я понял, почему все выглядит как порно Почему? Потому что они одевают психологов и юристов как типичных порноактрис На них можно светить фарами и вот как бы Можно вот просто Порно Психолог А это мамин Новостиных вещей там нет Пойдемте А на самом деле мама жива и живет в шкафу Она в шкафу сидит, не открывайте Она там реально заперлась И говорите ему, что я жива Я подглядываю Это я слушал новости недавно Кот есть, который живет 6 лет уже на дереве А был мужик, который уже А нет, тетка, которая жила у мужика тоже 2 года что ли в шкафу Ночью выбиралась, кушала и Он начал что-то подозревать, поставил камеру и узнал, что у него в шкафу жила тетка Да ты гонишь, он не шкаф свой не открывал? Открывал, но она пряталась как-то Мне кажется наоборот было дело, что соседи начали подозревать, что что-то не так И у него в шкафу живет какая-то женщина Это реальная история Как жутко, ты спишь, а у тебя по дому ходит какая-то тетка Ну, слушай, не так все плохо Почему нет? Обжирает Она может стоять и смотреть как ты спишь Главное ножи все убрать Да В сейф И тебя не смогут зарезать Столько всего предусмотреть надо Надо задушить сможет Когда держишь вот пленника дома Держать такое Такое дело неблагодарное Юлик, там надо все предусмотреть Сигнализация Ножи Проволоки Это самое, двухстволку купить, чтобы сразу Обшить свинцом стены Обшить свинцом стены, чтобы не могла разводиться ничем не так Сюда ловит ровно на то, чтобы смотреть онлайн-видео Все, дальше уже никак Миш, я хочу сразу спросить, а ноутбук у вас есть? Есть, но он не работает Я хотел починить, но руки не доходят Я займусь камерами, чтобы не терять время А вы? Мы хотим посмотреть вещи России Он просто мастер своего дела Что-то сегодня Петр какой-то невеселый А я тебе объясню почему Потому что у него задался день сразу не так Он Сбежал кто-то Убежал человек Он его целый день ловил, но уже нужно было на съемки ехать Теперь он переживает, что уже, скорее всего, было написано заявление в ментовку И уже все ищут Петра Я думаю, там такие лекарства, что человек ничего вспомнить не может Да, он реально бегает просто И вот он Помогите, помогите Там все шарахаются от него, думают пьяные И он такой Меня держал насильник дома И он такой Ёб твою мать, держу сейчас уже Может, наверное, уже в Ихина уехала, блять Ха-ха-ха Он такой Давайте быстрее я снимем, у меня сегодня много дел Они такие Петр, может Это самое Мы хотели тебе сказать Нет, нет, ты нам очень нравишься Может быть, все-таки это группа ух Он такой БЛИИИН Он такой А никак нельзя Они такие Ну-ка,ко-ко-ло ЛАДно Есть, ничего не вспомнит А мы уже растотели Галлоперидол Действует еще сутки Надеюсь, этот хуй не вспомнит ничего Пожалуйста Чё это она, призики показала? Какие-то Гандоны Носки понюхала Гандоны, смотри Они сексом занимаются Да-да, у них тут пахнут сексом Или дращёное полотенцо Я говорю, от него пахнет, если спермой и мочу, у него вся одежда драчаная. Просто человек, у которого одежда как полотно такое твердое. Слушай, а, он как картон. Можно прямо, знаешь, к стенке подставить просто и одежда стоять. Ну, если ему так нравится, то стирать не надо. Ну, везде поставил. Какая красота. Это ваши рисунки, Михаил? Да, это мои. А что там вообще? Ой, а это ваши, да? Питьки. Да. Да хуй там, блядь. Там, знаешь, титьки, титьки, письки. А, да, везде сидят. Одни титьки и письки. Хуи, одни хуи сплошные. А это уже ее картина. Знаешь, там хуй в шляпе, хуй в кепке, блядь. Это твои все? Это твои? А потом он нарисовал очень, очень точную копию с его пенси, как будто фотография, блядь. И прямо она такая смотрит, я не понимаю, это фотография или так нарисована? А у нее картины, там пенис вагине, и их много. И вот из них, короче, слово Яков, короче. Переплетение пенисов и вагины, и все слово Яков. Ебать, такой телевизор взорваться может, если его включить в сеть. Да, мне кажется, он уже все свое отжил. Такие телеки опасно, кстати, ты знаешь? Они опасны? Очень опасно. Я вам сразу скажу, если у вас такой старый телевизор, не дай бог, блядь, вы случайно чем-нибудь заденете этот кинескоп, то там же внутри вакуум. Но он внутрь, и он внутрь, а потом от той стенки от, блядь, скакивает, и в те въебало все. Думаешь? Так оно и есть. Проверьте, ебнете. Я говорю, он сначала внутрь, а потом наружу, и вы уже ничего не сделаете. Скорее всего, слепнете и будете опасные телевизоры. То есть люди, которые били, дети, которые били телеки на мусорках, они доброе дело делают? Да, да. А еще я слышал такую тему, что вот этот телевизор может использовать спецслужба как видеокамеру, блядь. Короче, это электронно-учивая технология, там можно как-то все подкрутить так, что как будто бы огромный объектив, блядь, и снимает тебя. В 1984 написано было. Да? Ну учтите, если у вас такой телек, за вами точно смотрят. Серьезно? Охренеть. А можно как-то использовать как камеру, просто снимать ролики на него? Думаю, нет. Либо он взорвется, либо за тобой слезят. Поэтому наши бабушки все накрывали этот телевизор салфетками, чтобы вы понимали. Фудошку отдала. Очень жаль, что она ушла. Миш, вы говорили, у вас студия есть. Да. Что там одеться? Это какая-то, блядь, другой мир уже, нармия какая-то. Он вообще... Опять увлекся. А как думаешь, у них хоть раз духи попали на камеры умерших? Может, у них сейчас мать обнаружится? Петул, блядь. Он же... Вот это была бы крутая серия. Изотерика, блядь. Если бы они в мистику ушли, вообще было бы круто. Да, я бы очень хотел... Мистический выпуск измен. Там изменяет суккубом, там трахает привидение, бывший муж, мертвой жены. Это такое... Петр такой, это же такой контент, блядь. Я его продам, нахуй, за такие денежища, блядь. Он же такое самому снимать. Ха-ха-ха. Ищем он будет призраков ебать. Ха-ха-ха. А он просто знаешь... Нет, мы будем ведущими, и у нас будет мерзкая тетка, которая будет водителем, и она будет извращенкой, а мы, типа, такие сзади будем. Ха! Юлий юрист и Антон психолог. Чем хочешь быть? Я хочу быть психологом, а ты будешь юристом. Давай. И вот, и у нас будет мерзкая тетка за рулем, и мы будем выезжать, короче, на расследование и ловить привидений, которые ебут невинных людей. А мне кажется, знаешь, Петр возьмет просто камеру, и какой-то призрака найдет, и займется с ним сексом. И Петя такой, смотрите, это призрак, и все-таки нет, это ребенок, накрытый простыней. Да нет. Че, да стоп, что это такое, ну вы, сейчас их сбри, нахуй. Видите, у него есть глаза и рот. Не, просто, видите, мы видим. Открывают дверь, а там Петр один сидит, и такой, давай, да, нормально ездишь, давай, давай, давай. Они такие, а он один, они такие, ты че творишь? Он такой, посмотрите на камеру. А они смотрят на объектив, а там просто какая-то телка уже, знаешь, как кости уже одни, она прям там скачет, на нем вот так вот. Какой ужас. Вот так вот. А вы говорили, что типа сторонний мир, блядь, неосезаемый. Все. Как она мне сосала? Все, он осезаемый. Хоть у нее губы уже все, это, сгнили, но она сосала. Отменно. Там просто череп. Привет, Пантова, она, знаете, в 50-х работаем, берем, сами себя. Пока мы едем, партнер. Ваше скидвлении нет кого-ли зависеть, очень по-моему, обязательно все так и будет. Спасибо. Миш, скажите, а там есть кто-нибудь сегодня? Мы могли бы там камеры тоже поставить? А, нет. Может, завтра? Хорошо, давайте завтра, да? На неделю. А, они еще закончили. Так, так, так. Нет, давайте завтра. Одной квартиры хватит. Кому как, Петру нет. Мы же с тобой говорим о том, что у Петра в каждой квартире... Тысячи. В лампочке, блядь, камеры. Может быть, может быть. Теперь Ася под нашим чутким наблюдением. И если у нас нет информации, вы узнаете об этом первым. Ася под нашим чутким наблюдением. Это прямо, блядь, супер незаконно. Если она с кем-то ебется, мы вам об этом скажем. И всего хорошего. А, думайте только о хорошем. Не думайте о том, что она вам изменяет. Ну, это жесть, конечно. У чувака кукушку вообще съехал. Он такой, что происходит? Я пока ничего не понимаю. Я вас нанял за деньги, блядь. А вы мне показываете какие-то порнофильмы. Ебете в моей квартире призрак моей матери. Вы охуели. Чтобы вы пережили этот страх, вы должны через него пройти. Смотрите, мы использовали нейросеть, чтобы она наложила лицо вашей девушки. Вот на эту порноактрису. Видите? Ее все вот в этой комнате тракуют. Да, это Петр. Это Петр. Это он, да. Это я сделал. Видите? Вот вы видите, как ее все насилуют. Не насилуют, а занимаются с ней сексом. Теперь вы видите самый худший расклад ситуации. Видите, как хорошо. Теперь, да. Теперь... Оставить вам это видео? Я пришлю. Не, знаешь, такой... Нет. Он такой, заберите. Он такой, вот флешка. Я ее просто положу здесь. Если вы захотите, вы посмотрите. Ну, пока. Он такой, так что не переживайте. Если она ебется с Яковлевым, то вообще... В сравнении с этим, вот с этой флешкой, это вообще ни о чем. Спасибо. Ну что, мы тогда закончили? На связи? До свидания. Да, до свидания. Спасибо. До свидания. Да, видно, что Миша был очень привязан к маме. Это не удивительно. Он рос без отца, она заменяла ему обоих родителей. Блядь, мне кажется, что... Ааа, бабочка. Не, ну ты че? Я шучу. Я шучу. Это грустно, конечно. Но это же постанова. Я хотел про другое скажу. Шутить можно. Про то, что... А прикинь они такие, у нас постанова, у нас нет мертвой жизни, придется убить. Мы, да, Петр. Петр. Вообще ничего. Алло, Петр. Мечатки одевают. Ничего, человек. Сначала по фистингу. Это женщина, потом ее убил. Достает струну гитарную. Он такой... Моя самая любимая игра, это Абсолюши. Хотя самый лучший хитман это блогмани. Ужас. 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 Я вот что хотел вам, друзья, сказать. Что-то в этой блодинке не так. Я не могу понять, какого размера у нее сиськи. Она это тщательно скрывает, и скорее всего у нее их там три. Ты видишь? У нее третья сиська есть. Вот почему она такое декольте не носит. Может, у нее там близнеет брат, неразвившийся к телу прилипший. Очень умный, который постоянно ей подсказывает. Там только голова торчит вот такая. Уродливая такая. Это тоже было во вспомнить все. И усы у нее растут, и она эту голову бреет, короче. И такая, давайте прическу ебанем в курсу ей. И бреет голову, такая, ракез ей делает, красит его в розы. Ну, Петр так аккуратно. По угару, да, делает. Все, бреет. А вы знаете, мне вообще слабо представляется, что у Миши есть жена. Ну, правда, но он сам еще ребенок. Согласна с тобой, Петь. Миша абсолютно незрелый. Это объясняет то, почему он женат. Ему рядом нужна женщина. Раньше была мама, теперь Ася. Да, уж очень. Они так говорят, у покойников прям весело такая. Мама была. Былая мама теперь. Жесткий какой-то выпуск. Обсуждают за спиной, да, все какие-то грустные. Мы гадости говорим. Да, да, нет, просто этот выпуск хороший, но он просто довольно странно начался. Вроде как все как обычно, но что-то тут не то. Вот сейчас прямо супермистика пошла. Это прямо уникальный выпуск. Не терпится на нее посмотреть. Это не зеленка, видите? Да, там можно, туда можно пройти. Я надеюсь, что она все-таки с ним по любви, а не из-за прописки. Ну, слушайте, ну мы во всех видим какой-то... А у Якова член как кисточка. А у Якова член как колбаса, скорее всего. Как докторская, блядь, огромная нахуй. Что, она, знаешь, даже не помещается на А4 лист. Ее даже не нарисовать никак. Просто ему не повезло вот с такой девушкой. Он, знаешь, просто берет, ребят, мы сегодня, знаешь, что будем делать? Обводить, мой хуй. Просто кладет его на лист бумаги. Подходи по очереди. И он раз, обвел. Потом... Он такой, мочите язык в краске и обводите. Да, вокруг него ведите и будет вам шедевр. Он, конечно, нихуя не стоит. Прикольно они отдыхают. Художники все такие? Напишите в комментариях, художники. В художественной школе, интересно, до сих пор, блядь, тёлки голые их рисуют? Да. Класс. Давайте завтра посмотрим на неё и уже сделаем выводы. Поехали. Какой брат какой-то. Он сейчас там всех перестреляет. Кадры, где Петя сам... Это, самостоятельно. Да, да. Это самый гвозди шляпки отрезает. Спички туда крошит. И прям этим двум тёлкам, блядь. Я этому, якобы, покажу. Не, он останавливается просто где-то в лесу. Они такие, Пётр, а куда мы приехали? Он такой. Чемно тут у вас. Прям в лицо, и мальчики, блядь. Какой выжить. Да, похоже на брат. Ну что, Ася вернулась. А вот мы из первых видов. Смеш, представляешь, я вчера могла в Краснодаре остаться. Да ладно. Не хотели пускать. За 20 минут пришла. А на контроле, ну, если бы не эта симпатичная тварь, была бы я... Что, блядь? Она уже так с ним разговаривает. Она такая симпатичная парня. Она его провоцирует, блядь, скотина. Специально. Специально. Вообще погода там отличная. Угу. Нагулялась. В юбочке. Да, действительно, очень красивая девушка. Согласна эффектно. Какие сегодня планы? В студию поедешь? Нет, дома. Не воспалилась вообще. О, отлично. Мы сможем обвесить студию. Работы много. Интересно, блядь. Вот она всегда дает намеки ему на то, что она чем-то занимается не тем. Она говорит, симпатичные парни. Не выспалась совершенно. Вагина болит, будто ее в нее кулаками били. Слушай, так, как будто ногами, блядь, били ее. Так болит, потом шлепали. Я даже сидеть не могу. Сижу на одной полупулке, блядь. У меня прям отметенный рук на задницу. Чувак прям просто вот ходит, тарелки перестанет. Везет тарелки, половником бьет. Она такая, ну че это, че это, блядь, с конца капаешь-то? Ну давай уже это самое нормально, блядь, поговорим. Он такой, нет, нет. У него что-то. А у него, а у него это болтушка, блядь. Болтушка? Да кисточка-болтушка такая. Ужас. Миш, надо отвечать. Надо ему Си-Алекс прописать, блядь. Надо ему... Что? Карандаш к члену привезти. Чтобы с той стороны, где не видно, что как будто он у него стоящий, на самом деле, там карандаш. А он такая, а что это за скотч такой? Он говорит, такой, это вот, это, блядь, давай пизди меньше. Я люблю без света. Что я сделаю? Ну, я как за кафе получил, сразу сделаю, ладно? Даже на такой фигню денег нет. Ась, ну, не съесть, ладно? Все будет. Прям смотри, видно, художник прям вот на футболку пиджачишку накинул. Я слышал, художники бухать любят. Он за бухлом бежит или что? Ну что, сразу поедем в студию, еще посмотрим за ними. Я предлагаю еще понаблюдать за Асей, ну а если что, оставим мобильную группу. Мобильную группу, чтобы если что, они с Асей разобрались? Да, привет. Приехала. Нет, дома. Не знаю. Он в студию поехал? Ну ладно, смогу. А куда в офис? Ой, какая бледюга, блядь, договариваются на поебушке, прямо дома, на кухне. А сможешь мне римминг сделать, а потом грязным ртом целовать своего мужа? Что-что? Плохо слышно, правильно? Сейчас коктюм подойду. Римминг, римминг. Очко. Алло. Язык встречи. Через час. Да, алло. Да-да-да, отлежу тебе. Зай, а что, Зай? Прямо на парковке даже здороваться не буду. Я подъеду, приоткрою дверь, вытащу жуку и ты все сделаешь. Да-да, могу тебе прямо из окна отлезать, хочешь? Если ты торопишься, ладно? Какой ужас. Вот как земля таких людей носит, я не понимаю. А вот так вот бывают такие девушки, которые под видом хороших приезжают из Краснодара, ты ее прописываешь, убиваешь свою мать, и потом она тебе отплачивает чем? Риммингом другому мужику. Делает римминг Якову. Она не из Краснодара, она из какого-то другого города. Краснодар прекрасный. Да, в Краснодаре живут прекрасные люди, прекрасные девушки. А это? Из Сомали приехали. Из Магудеша, да. Ты, ты еще, блядь, там творишь, ты в этом... И такой смотришь 50 тысяч дизлайков, и тебе пишут сомалийцы разгневанные. А, да, они же пираты всякие. Антон, мы так любили твой канал, научили русский. Сомалицы извините, пожалуйста. Не надо, только не грабьте российские суда и российских туристов. Ну, если российские эти танкеры ходят, там никак. Они как огня боятся, блядь, потому что там реально огнем, блядь, хуя. Я думаю, по ним, блядь. Сомалийцы плывут к этому, к российскому танкеру. Они такие, мы возьмем у вас заложники. А на российском танке они такие брут. Вот что мы со своими делаем, подплываем. Да мы... Ты нас не знаешь, блядь. Там люди на цепях они такие... Давай, подъезжай поближе, давай. Давай, давай. Они такие, смотри, что мы делаем. Я просто, да, разрезал. Улыбков. Ну что, блядь. Мы тебя не боимся. Мы тебя не боимся. Сомалицы просто к себе флагом размахивали. Сомалицы просто вот по кругу объехали все. Надо, короче, мне сделать один из фанов с российским флагом. Конечно, мы же патриоты. Блин, смотри, что творится, петух. Хорошо. Может сделать шоу, где мы ходим по парикмахерскому, нам делают прически и мы такие... Посмотрите на нашу мразь, блядь. Нас точно где-то подпиздят. Как он? Как он? А может, еще молоку? Или так. А может, давайте в этот раз сделайте мне специальную процедуру, чтобы мои волосы кислородом набрызли, чтобы они попуще стояли. Чтобы так и брызните мне еще вот под корень хуя. Этот бальзам, он пшикает, чтобы тебе в голову, и там пузырьки... Да, я так... Тебе такое делали? Да. Классно. Классно нравится. У меня очень жгло, конечно. Цедура. Это было здорово. Очень здорово. Мне нравится. Да, очень прикольно. Что ж такое? Чем больше трогаешься, тем больше... Мне же не показалось, что она говорит про Мишу. Да, мне тоже кажется, что, скорее всего, о нем. Только очень интересно, о чем это он не узнает. И она с этим человеком назначила встречу. Так, ну что, тогда сейчас едем за ней, а потом уже тогда в студию. Супружеская... Вот она, пожалуйста. Денег, значит, нет, а на такси разъезжают. Все бляди ходят в Сауконе. В чем? Я фильм такой придумал. Только что. Я когда-нибудь, когда у меня будет много уже подписчиков, будет база, и я для вас сниму фильм, и все бляди ходят в Сауконе. Че это такое? Сауконе? Сауконе? Ну это... Саукон или? Сауконе, да. Сауконе. Да, очень популярная в Европе обувь. Они, типа, как New Balance, еще что-то, как у него с ними. Но у нас ходит только в них обычно, блядь. У меня была одна пара с Сауконе, и я не стал в них ходить, потому что очень они какие-то, блядь, блядь... Одеваешь такой, смотришь, такой, ммм, пойду на Думскую и сделаю что-нибудь нехорошее. Они сами идут, блядь. Я такой, нет, они сами шагают. Остановите меня, остановите. И вот она точно так же, может быть, дело в том, что вселилась мать в эти Сауконе, и теперь ходит везде, будучи в них. Она не говорила, что у нее денег нет. Это у Миши денег нет. Она может натурой расплачивать такси. Да, тут и знали. Это Яндекс.Такси. Там это нормально. Чаевые еще можно оставлять. Что, в Акруме стоит? Ну, видимо, она в этот бизнес-центр. Окей. Девочки, ну что? Сейчас с каким-то грузчиком поиграться. Я так устала от этих высоких разговоров. А он такой, что ты, блядь, мне мозги паришь, сука? Она такая, они лежат, она такая, расскажи мне, что они делают. Ну, сегодня мешки грузил. На палетах просто лежат. Он такой, выиграем. На Несквике. На крупе гречневой. Она такая, типа, он такой, ну ладно. Очень больно и очень больно. И они набухиваются, знаешь, вот они открывают. Чуть-чуть, вот, каждую бутылочку открывают. Чуть-чуть стяжу. И чтобы не видно было, что он пропал. И обратно ставят на полку. Приплавливают. Да, да, зажигалка проплавляет. Ее можно... Ну, Гри, что угодно бери? Он говорит, только чуть-чуть. Что? Чтобы потом нас не запалили. А качать куда можно? Она такая, Мия, ну ладно, сгри. Все, все. Мила. Ну смотри, там Актимэль, там Мия, вот куда-нибудь туда. Сделай актуальный фреш. Да, да. В актуале еще можно кончать. А в актуале надо. Он же все-таки все его покупают. Думаю, что это сыворотка. Сыворотка. Да, которая постоянно там... Они просто, знаешь, они поначалу... Блядь, а что ж такое? Ну-ну-ну. Они поначалу хотели бороться с этим. Но это большая проблема, то, что грузчики кончают в актуале. Да. Это реально, совершенно серьезно. Это... Они сначала хотели с этим бороться, а потом решили. Да похер, просто назовем это... А потом гендиректор такой... Берет? Просто назовем это сывороткой. Он берет такой... Ммм... Хе-хе-хе-хе. Ничего себе! А стало лучше! И у него висит такая суса. Такой открыт. Он такой, так, позовите ко мне сегодняшнюю бригаду. Значит, вам, помимо того, что разгрузить фуру... Повышение. Повышение. Теперь вы профессиональные дрочеры. Сначала нужно... Он попробует у всех. Вот это работа. Работа у директора. Он должен сначала продегустировать. Не каждый подходит на это. Не у каждого сперма. Слишком щелочная. Он такой, что ты ел? Слишком кислотная. Ты что, с ума что ли сошел? А там знаешь у кого-то диета? Это чеснок, лук, маринованные помидоры. Вот эти сухие помидоры. Каперсы. Все самое мерзкое. Оливки, маслины. Уксус пьет чувак еще. И ему понравилось очень. Он попробовал такой... Он говорит, что типа я ничего... Слышите, как хорошо, что я купил завод актуально. А это Жерар Депардье оказался. Он такой говорит, вот ты знал, что блядь, что надо паспорта брать. Прости судебных исков. Сколько? Да ноль. Всем понравилось. Всем понравилось. Вы чего? Нет, от актуалия. Сок со спермы. Так, оказывается. Не успела. И она стучит. Открой! Открой, блядь, сука! И смеющится! Открывай, блядь! Ах, слава, сука! Она такая, сука, я знаю, что это ты изменяешь. А не этой блондинке, ты, блядь, всю эту операцию... Ты с ума сошла. Интересно, а как они друг друга называют? Блондинка, Шатемка и Петя? Клетка. Я их имен не знаю. У них есть имена? Они называли когда-нибудь друг друга по имени? Кроме как в заставке не слышал. Не называют друг друга. Они не знают, как друг друга зовут. Они просто все... Они уже несколько лет ездят вместе, они всегда... Вот, реально, только Петр. Только у Петра есть имя. Смотрите, как вот... Потому что Петр самый колоритный персонаж. Элифт не показывает цифры. Ребят, ребят, я ее потеряла. Да, мы видим, возвращайся. Молодец! Бесполезная. Бесполезная? Блондинка, нахуй вам? Ты юрист! Вы ставите камеры в помещение и следите за людьми. Вы преследуете людей. Ты юрист! Это как будто бы человек, который следил бы за соблюдением санитарных норм, он бы зашел на кухню, поковырялся в носу и макнул сутку. И да, и это тоже самое. Работа, она должна... Какую работу делать? Бумажки писать в офис. Она просто должна такая... Ребята, ребята, вы... Что вы творите? Мы все сядем. Я знаю, законы, это незаконно. У нас денег не хватит, это купится от всех. Она смотрит, а там рука из-под... Торчит, она такая... Петр, ты любишь людей? Хватит это делать! Нас закроют! Она ведет себя вообще никак. И он тормозит машину, он выходит такой и так. Так, сука, ставит ее. Говорит, поклянись, что мы унесем это в гроб, блядь. И бьет ее постоянно. Она такая, клянусь, клянусь. Смотри, она не ведет себя как юрист. Психолог не ведет себя как психолог. Психолог только улыбается, а юристка обычно как мясо используется. Типа, иди познакомься, иди сними. А, психолог иногда, когда ей хочется экстрима, она тоже как мясо себя ведет. Они просто ищут приключения на свою жопу. Такие, ага, пойду в платье, похожу перед изменником. Вдруг она у меня изнасиловала. А, прикинь, изнасиловал. Она приходится такая, знаешь, молча, помоленая. Открывает дверь, садится. Не, просто... Ты тоже такая, ну как там? Охуительно. Нормально? Охуительно. У меня был самый лучший секс за всю мою жизнь с каким-то грузчиком. 24 стерей я этого ждал. Только ради этого. О, слушайте, ну такая она шустрая. Там несколько лифтов, я сначала не поняла вообще, куда она зашла. Ну что, тогда подождем, да, пока она выйдет. Что это было с шатенкой, смотри. А что с ней? Ну что, тогда подождем, да, пока она выйдет. Слушай, она как-то на измене, Катя. Да, ну... Что происходит, Глент? Мне кажется, Петр просто посадил кого-то, да. Просто болт, да, что такое. Пару, нет, ну пару капель кислоты в кофе добавил. Он сидит такая, что происходит, Петя, ты опять? А там, знаешь, вместо людей жуки. Да, я написал. На ближайшие 48 часов. А там сидит, не Петр, а кенгуру большой. Огромный кенгуру. Нет, же с головой жука, кенгуру. Да, да, да. И такой, рули такой, и говорит сумкой. Ну что, поехали? Все, что у нее остается, это улыбаться. Она просто ищет где-то ножик маленький. Да, она ищет пол где-то, чтобы не упасть. Я на полу или на потолке, чтобы... Она хочет заземлиться, она вот так вот держится, да, да, да. Она ее крутит, блядь, как на центрифуге, нахуй. Она на сепараторе, бля, честно, у меня все молоко и сисик отделится. Отделится от меня, блядь. Блядь! Меня взбили в сметану. И она такая, с пачкой Пискаревской. А потом Котор ее по щекам. Что, блядь? Она такая, а! Мне показалось, что я сметана. Я такой наркоман, ебаный, с кем я работаю. Смотрите, они вышли, да. Интересно. Где-то на них замазали. Направь на них. Петя опять ствол достал. Ааа, вот оно что. Он сейчас такой, вот, возьми, перчатки сними, возьми, подержи. И что? Пятя, зачем? Не, все нормально. Бери, бери. Что? А он, она такая. И Петр ложится. Я ничего не знаю, меня подставили, я не знаю, кто эти люди. Все они запланировали. Они такие, сука. Мы же теперь будем ковырялками назвать из-за тебя. Могу, я еще делаю встречу важную. А это Петр, там же. Он быстро так вот. А, это одно лицо. Это и есть преподаватель-художник. Ты знаешь, Петь, на художника он совсем не похож. Видно, что этот человек... Я не похожа совсем на психолога, если уж так будем откровенно говорить. Да, а она не похожа на юристов. Вы вообще не похожи на тех, кем хотите являться. Вы вообще не похожи на профессионалов. Да, если честно, вы какие-то... Вообще, хуй пойми, чем вы занимаетесь? У вас 5 скрытых камер и вагончик. Почему 5? Так мало. И все, и это вся ваша работа. У вас пушка для записи звука. 5 камер. Вы говорите о мобильной группе. Уж не знаю, что это за мобильная группа. Может, группа какая-то ВКонтакте, где они делятся своими картинками. Мобильная группа. Сегодня вот записал... Паблик в новый, ну? Да, там писающие женщины, типа, всякие. Там видео из кабинок переодевания. И вот они. Я не верю в то, что вот в этом минивене ни разу не снималось порно, блядь. Да, это не... Оно видно, что все вот прямо просиженное, блядь. Вот проперженное, проебанное. Протертое. Протертое там, блядь, булками. Автобус на остановку. Давайте я за ней прогуляюсь. Давай там. Ну, теперь она как мясо идет. А, Господи. Ну, наживца же. Ну, это реально угроза, опасность. А Петя сейчас пасет автобус, да? Чтоб сигнал не сырялся. Он вообще сейчас его вот так вот бортовать нашли. А, бак, бак. Водитель автобуса. Что происходит, блядь? А Петр такой, все, сука. Ты попал, а я пока... А он такой, я его отвлекаю. Кого ты отвлекаешь, водитель автобуса? Наоборот, не отвлекай его, мы разобьемся. И он в конце его в пропасть скинет. И пока это рыжий успеет вывести в окно. И потом он приходит и говорит, слушайте, делать такое? Теперь уже все равно, кому она изменяла. Она сгорела, блядь, в автобусе. Сорвавшись со скалы. Что это? Какао? Это ее брат. Да, он насыпает. Открой. Все, что от нее осталось. Все, что было. Замешайте в краске, нарисуйте ее. Да, нарисуй имя ее. И что там? Вообще беспаляло. Ну что, Ася, дома? Да, возвращайся. Просто жутко. Она вот так оборачивается. Она идет такая, видит банку. Да, да. Сконкала в карман. Она еще очень громко топает прям. Чтоб слышно было. Зацепились банки за этот, она идет еще не точнее. Она сзади кричит такая. Что такое? Кажется, что тебя преследуют. Слежка, да? А мы следим за тобой. Да, ты не думай. Сухо. Не следят. Я психолог, поверь мне. Я работаю в передаче, где следят за людьми. По своим делам. Но за тобой я точно не слежу. Не бойся, не волнуйся. Все нормально. И фургон едет такой же медленно. Огромный, блядь. Теды. Так, ну что? Надо Миша показать видео и узнать у него. Может быть, он в курсе про этого мужчину. Да, я сейчас ему позвоню. Алло. Алло, Миш, здравствуйте. Да, здравствуйте. Миш, скажите, пожалуйста, а где вы находитесь сейчас? Нам бы встретиться с вами, поговорить. Я сейчас в студии. А он вечно омой может? Ты рыжий прям. Вот глаза могут, мне кажется, вот вокруг своей оси провернуть. А мне кажется, Володя сррет. Он так долго отвечает. Он прям думает, подбирает слова. Алло. Я в студии. Да, сейчас сзади чуть-чуть. А он на газету сррет. Толчка нету. Да, да, я рисую, блядь. Такое просто. Алло. Да, да, я в студии. Ой, да. Что-то срочное? И сразу кисточкой белич. Белящими ушами нарисовался. Вы не заняты? Да, хорошо, подъезжайте. Давайте я вам скину адрес. Хочется экшн? Да. Хорошо, отлично. Кидайте смс, мы едем к вам. До встречи. Я встал и разогрел. Да, ну все. Петь, кидайте тебе адрес. Чуть потерпи. Стой. Сейчас начнёт Пётр свои дела. Я сейчас укушу компьютер. Не надо. Игра Петра ещё не началась. Да, давай. Я думаю оставить эту мобильную группу. Если что, она нас подстрахует. Ребят, продолжайте наблюдение за объектом. Это Вокитоке, игручечная рация. Там просто, знаешь, если нажать, там будет А, буква А, буква Б. Он такой, мобильная группа. А там просто... И они под конец, прости, что перебил, понимают, что Пётр просто сумасшедший. Никаких камер, это всё бутафория. Просто он сумасшедший, который... Да он 300 рублей бестризорникам даёт. Мобильную группу. Достает шило. Что вам не нравится моя рация? Дырки в теле не нравятся. Не, он знаешь, просто вот так вот один раз. И она такая... Не, не, она такая... Пётр, ты чего? И там маленькая капелька появляется, а потом... Начинает мыться. В крови и сознание теряет. Очень, очень такая сцена смешная. Очень смешная. И жуткая. Я тебе музыку смешную младену. Смешно. Вот тебе только что был экшен, блядь. Она узнала Петра, мне кажется. А он нас вспомнил. Нет! Я не выдержу ещё раз. Она, он просто... Пётр смотрит на неё, а там... Я была лаборатором. Не, не. Просто собака начала гавкать, просто он смотрит, а там у неё клеймо П. Он такой... Моя собака. Была. Миша. Миша, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Это студия. Как здорово. Студия. Слушай, круто. Я вам сейчас всё покажу. Миш, давайте начнём с того, что мы вам покажем. Вот как, да? Видите, у художника какая студия, и какая у реакторов. Студия похожая на бункер. Да, слушай, прямо здесь не... Вот мы смеёмся здесь, и не услышать. Не слышит никто. Да, но если замолчим, тут такая тишина просто... Даже уши... Жутко становится. Уши болят сразу же. А я такой думаю, что... Как будто в хвойном лесу. Наверное, я буду приезжать сюда и один сидеть просто в тишине. Такой тоже может быть. Смотреть, что будет. Кстати, кстати, я вам что ещё хочу сказать. Вот если вы идёте по улице, допустим, где-нибудь по лесу, и вдруг перестали петь птицы, и вот такая тишина полнейшая, то скорее всего где-то дьявол, ну типа нечистая сила. Короче, я слышу такую тему, когда птица не поёт, звуков вообще никаких нету, если рядом какой-то дьявол. Слушай, я тебя сегодня подбросить не смогу, мне ещё сделать встречу важную. Всё, я тебе позвоню. Понятно. Это отец. После смерти мамы и усталости. Это отец. Она ебётся с отцом, я так и знал. Да, я прям сразу знал. Это его отец. А это ещё и хуй. Измена имеет место быть. Слушай, ну... Не самое плохое, что было случиться. Вот смотри, это его пенис, а это пенис отца. Да, на что ты рассчитываешь, малец? А можно было догадаться, что это приёмный ты сын. По бутылочке-то. Вот, со студией и деньги дают просто отдыхать. Я могу ещё вот так сделать, тогда скучно, я могу шуметь. Класс! Мне всем всё равно, никого нет, никто здесь не может оставить. Нам никто не может сказать, нам никто не может сказать, что хвастит, стой. Как отдельное государство, в котором мы царим, мы можем вообще чудо. Но у нас тут свои будут дела, всякие эти. Нам нужны либо скипетры, либо пистолеты. Будем в стены стрелять и веселиться. Можно пару стволов, в принципе, взять. Дартс повешу. Точно! Класс! И будем попробовать, ну, будешь вот так держать его. А я буду пытаться попасть. Чтобы надо, чтобы было чуть-чуть, знаешь, как это затравочка была. Да, чтобы страшно было. Не боишься боль, как у тебя порог болевой? Боюсь, не люблю боль. Неплохо. Он платил маме алименты, а теперь пытается помочь вам. Вопрос в другом. Он... Миша, а вы не знаете, зачем Ася могла с ним встречаться? Понятно, зачем. Она у него деньги забирала. Она знает, что я против. Нет ничего плохого в том, что ваш отец пытается вам помочь. Он хочет наладить отношения. Я тоже думаю. Я думаю, она и не... Я не буду знать другой способ. Дать ему шанс. Давайте сменим тему, ладно? Да, Миш, кстати, вы ради смены темы. Я... Подожди. Я... Мы, кстати, камеру поставили в туалете. Просто я не хотел сказать, что... Слушайте. Никогда такого не видел. Вы, конечно, очень творческий человек. Вот, Монализа на очки, это сильно. Не, не, я хотел сказать, что просто если у тебя реально не стоячка... Нет. Знаешь, пару капель. Он просто берет... Смотри, я тебе сейчас помогу. Вот это вот кольцо. От бутылки даже... Не важно, не важно. У тебя, я вижу, пелец маленький. Просто берешь... Она такой, вот крыса. Смотри. Она вертая. У нее с носа капает. Вот это втираешь в головку. И стоит, как камень. Нет, нет. Вот кольцо. Кольцо. Да, маленькое. И его на членах. Да, маленькое. И будь стоять, пока не при этом честно. А еще, видишь, здесь острые зазубрины. Это как бы дает свой бонус к ощущениям. И он показывает, как у него сейчас так же одето. У него член как помидор. Он говорит, у меня, знаешь... Разбухший, красный, блестит. С 2008 года у меня стоит пенис. Куда можно поставить камеру? Да, конечно. 11 лет. 11 лет стоячка. Все в таком. Хорошо. Спасибо. Я попробую. Куда я там поставил? Ну что, Миш, я с камерами закончился. Мы можем собираться ехать. Вы как? Да я тоже дома собирался. Хотите, мы вас подбросим, да? А сейчас я только сниму. Они такие, что? А, я не понял, в смысле, это... Запейте. Запейте, ладно. Не сходя себе. А, ну что? Да смотри, что ты рисует, корабли какие. Все, я готов. О, как у вас здорово. Ты прям что-то увидел в этой картине, знаешь, такой... Лев на мотоцикле. Это... Мне такой сон снился. И в следующем выпуске он на мотоцикле приезжает. И он как лев тоже такая, у него же грива какая-то откуда-то взялась. Так вот бороду отрастил. Да-да-да. Прям... А выгрел как лев такие такие. И он такой, знаешь, хотел как бы... Круто очень показаться. Тюкки-соэс такие говорят, ты что, ебашь, что это такое, суки, тварьи. Кайца вылизывают. Я кошечка. Вы мои... Вы мои суки из Фрайда. Я типа кошка. По конным местам они делают серьезный монтаж. Любимая? Да. А что так вкусно пахнет? Да я решила рыбные стейки приготовить. Давно мы так не ели. Рыбные стейки? Любимая, снова рыбные стейки? Нет, я подмываюсь. Да. Наконец-то. Наконец-то. Он такой, да, 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 опять ты будешь чистая, блядь. Он такой, но я сегодня ухожу. Я сегодня по делам. Он такой, в смысле? И она приходит, и там опять все как это... И он приходит, и там еще больше воняет, чем прежде. Он такой, что происходит? А это... А вот основное правило этого самого Якова, он говорит, не подмываться никогда. Вот Яков не имеет привычки такой пагубной подмывать. Подзолбанный творог, это все, конечно, копится. И он так на вагину ее нажимает, и такой, фу, как торт Наполеон выглядит. Он такой, я попробую, можно? Крем такой. Можно? И два коржа. Я вот так и люблю крем. Я Наполеон захотел в торт. Я тоже. Тут есть кофейник. Вы смотрите стену, а мы пойдем в торты сюда. Сейчас ходим. Ой, нет, нам еще очень много. Смотри. Ну, можно перекупить потом. А, если это кучу денег стоит? Это просто захотелось. Чувак, ты, чувак, вообще в магазин не ходит. Он такой, это рыба стоит кучу денег. Может, караси какие-то. Он такой, еда стоит кучу денег. Еда стоит? Ты что, купил еды? У нас еще побелка неслизанная со стеной. Я что, я только сегодня ремень новый купил. За 100 рублей мы сейчас его съедим. Стык из ремней, хочешь? Ну, я думаю, что, скорее всего, деньги на это она взяла у отца Миши. Правда? А может, ты не юрист, ты, наверное, детектив. Даже не детектив, а Шерлок Холмс. Очень, нет, она очень любопытная какая-то, блядь. Все ей надо знать. Такая, наверное, она взяла деньги у отца. А вы не могли бы подумать, что она их заработала? Например, на панели. Нет, уровень ее выводов, он такой, наверное, они женатые. Но они, очевидно, живут вместе. Нет, очень-очень странные детективные методы у этой женщины. Максимально прямые. Да. Смотрите, как Миша завелся. Она будет смотреть. Мне кажется, ее тоже можно. У нее капот что-то. Она такая. Похоже, у меня трипер. Это очевидно же. Так и, конечно, очевидно. Конечно. Нехуй давать, да. Блядь. Да, а ты думала. Она молодая девушка. Они живут в режиме экономии, а ей, конечно, хочется больше. Отец через тебя передает, да? Все. Ася, я же не дурак. Дальше. Ну, если ты... Я не понимаю. Если ты, ну, не можешь заработать, если тебя могут поддержать родители, если для них это не в напряг. Ну, что плохого? Ну, ты молодой, ты еще не встал на ноги. У тебя нет, 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 нет денег. Но ты хочешь семейной жизни. Ну, видишь, он такой гордый. Он прям будет, отец его едет такой по дороге, а он прям отсасывает кому-то в подворотне. И он такой, сын! Папа, мне не нужны твои деньги. Мне не нужны твои деньги, смотри! Гляди! Вот, отец-то, Саша! Не возьми деньги! И он потом, это, мужик такой, типа, заработал. Если он такой гордый, пусть гордостью своей заработает побольше. Пусть жрет свою гордость. На обед, на завтрак, на море. Гордостью платит за квартиру, все платят. А знаешь, что такое гордость? Что такое гордость? Это как раз таки секс. Прости, Антон, простите, зрители, что я ем в кадре, но я вот не могу ни о чем думать. Я прям вижу, чую, и пахнет вкусно, и прям... Ну, а, кстати, как вообще не напрягает то, что мы здесь разговариваем про всякие хуи? Просто дремя? Припером, я тоже нет, я могу, я спокойно к этому уже отношусь. Я что такое в голове, если я не придумал, больно? Давай на нашу и просто сядем, и все. Что он сказал, по-моему? Сейчас мы на нашу и сядем, и все. Говорит, вот, мужик, давай, садись. Говорит, давай на шу и сядем, и мы все. А, нет, на ножике. Почему-то про сузи ты не говоришь. Мне надоело спитаться одними макаронами и курицей. Я хочу нормально есть и нормально жить. Ну, слушай, она тоже не права. Хорошая девушка, она и душики с тобой будет есть, и говорить по вкусу. Да, типа, как с Милой Мурай в шуаше. Но она, может быть, слушай, настолько уже стоебенила это. Ну, будем честны, так не может продолжаться бесконечно. Тебе говорят, типа, ну, мы с тобой, окей, ели душики. Год, два. Ну, мы третий год едим душики. Будет что-то меняться или нет? Просто, как бы, перспектива-то есть какая-то? Он такой, держит эту пачку, такой, ну-ка, к четвертому году мы ее доедим, это точно. Да, это мы точно. Мы купим другие душики, выйдут уже. Все, и разные вкусы. Я ролик смотрел, там дегустация душиков. Какой-нибудь пиздатый возьмем, а может, какой-нибудь японский душик. А потом, вообще, будет эти сухпайки приносить, бля, всякие там. Я американские, юридские, инкустировал. Да не, ему туда нельзя. С такой прической, там, увы, был. Зачем оказываться от помощи, когда нам реально нужны деньги? И потом это твой отец, между прочим. Дорогой. Я хочу, чтобы было как лучше, а ты... Надо эксплисит, или как это правильно произносится, версию измен, где вообще все по-жесткому. Как мы рассказываем, так и... Прям крутая, блядь, вот прям... А ну кто такой снимет, мне кажется? Только в Виболу просить надо, чтобы он сделал. Ну, есть порно-режиссеры. Если дать порно-режиссеру энную сумму и сказать, делайте вот так, они сделают... Да, он все что дает, а деньги в порно делают все, блядь. Насколько много денег нужно дать? Это на это же потом можно реакт сделать и заработать... Я не знаю. Я напишу Еве Бергер, спросим. А у нее есть выходы, входы. Все знает, Ева, привет. Ответь мне. Если хочет передавать, пусть передает. Он взрослый человек. Ответь мне все. Ответь. Ну, видно, видно, что секса-то нету, парочки. Видно, блядь, вообще ничего. А изголодавшая телка, истосковавшаяся, блядь, по нормальному крепкому хую, а этот вообще не понимает. Нихуя, блядь! У него на уме только... Слушай, ты будешь психологом. Да, конечно. У него на уме только картины, где бы денег достать, кто будет пилотку обслуживать. Я буду юристами. А типа, товарищ судья, он виновен. Судья такой, это ваш, вы его защищать должны. Ага. Он виновен, он не ебет. Вообще. Он виновен. Это охранник. Вы опять ошиблись. Если у вас нет денег, и девушка хочет жить красиво, но вы не можете пока этого получше, ее ебите. Все. Вот на этом пока можно ограничиться. Иначе я вас посажу в подвал, Лаптон. Ага. У меня есть на это право. Подвал. Будете там сидеть. Там раскладушка есть. Я обещаю, заработаю столько денег, что мы ни в чем не будем нуждаться. Школьник, ебаный, нет такого. Ладно, проехали. Садись. У вас только, возможно, все. Сейчас руки поможем. Что ж, по сути, Миша, в данном районе, в данном районе, в данном районе, в данном районе, в данном районе. Если отец может помогать, почему нужно ему в этом отказывать? Таня, может, это просто гордость? Я не думаю, что это гордость. Это обида за свое детство, за маму. Все объяснимо. Я знаешь, что думаю, что все деньги у Аси на кисти, на шмотке, это получается от Мишиного папы, а не от препода, как мы думали. Да, возможно, и так. Но вспомните, нам Миша рассказывал, что... Как будто он сказал с такой грустью, знаешь, там... Он, получается, он не сосед за кисточки? Нет, Петр? Как грустно, он слышит им помогать. Вполне возможно, что она изменяется отцом ему. Он такой, да, может быть, она отсюда... Он такой, нет, Петр, а он просто дает им деньги, потому что... Он такой... Ну, может, хоть раз она вот хотя бы вот чуть-чуть, вот как бы, ну вот... Да, да, просто... Один... Просто ап, ап. За это... А он говорит, я говорю, Петр, я бы за эти... Я бы только за это бы деньги платил. Вот просто так я никому не дам. Вот просто хотя бы посмотри. А прикинь, она просто... Просто посмотри. Она просто палец ему сосет. Он такой... Она 15 минут сосет ему пальцем. Вот твои пять тысяч. Он такой, да, потом она пальцем говорит. Иди. Вот такой. Только еще безумно просто. Вот тебе деньги. Купи себе стейк. После нее, да, еще полчаса сосет свои пальцы. У него размокает, такой белесый становится то, что кожа влага. Он, да, знаешь, этот скукожился так. А он такой, молодец. И он этим пальцем деньгу я отсчитывает. Пять десятки. Мелочь. И она такая, вот, спасибо. Мы сейчас купим, блядь, хлеба. Не прочь пообщаться с молоденькими студентками. Поэтому его пока со счетов мы тоже списывать не можем. Какая мразь, общаетесь с людьми. Да, знаешь, сегодня рыба. Я предлагаю сегодня по домам. А завтра продолжим наблюдение и подумаем, что это все значит. Брайк-плей. Слушай, мне кажется, Петру просто куда-то понадобилось. Он вот так вот редко, когда бросает дела. Срать. Где они там срут? Они целыми днями сидят в машине. Да, у них просто открывается? Чувак, у них уже каловые камни. Такая страшная хуйня. А что это? В картинке это когда ты так долго не срешь, что у тебя говно в камень превращает. Прессуется. Да, хочешь загуглить? Нет, не хочу ничего гуглить. Но, может быть... Да, прессуется. У них какашка, наверное, уже в форме колокола. Она не может выйти, потому что она вот так вот упирается. А какашка большая. Не, у них просто клуб любителей, когда у них прямо задрвется, блядь. А, оно тянет, а они сидят такие, оооо, и Петр такой, не, я сегодня домой поеду, простите. Я сегодня домой. Девчонки, сегодня тот день. Он такой, я уже два часа играю в ее, блядь, в свои задницы говно. Прям поеду, как я домой, блядь. Я все сам придумал. Где ты слой? Ё-ё-ё. Ай, как смешно. Мне кажется, я слышал. Ну, это очень нераспространенная шутка, поэтому услышьте ее только здесь. Я не видишь, что срать поехали твоим втроем? Ха-ха. Ужасная работа. Постоянно сидишь, блядь. А вы видишь, как посвежели сразу после туалета, да? Посвежели, блядь, сразу, самое, очистились. На студии. Понял вас. Ну что, тогда едем в студию, а Миша прислал смс, что весь день будет на объекте у клиента. Так, интересно посмотреть на Ася за работой. Мне тоже интересно посмотреть на вас за работой, а то пока что... Да, вы что-то ничего не сделали, блядь. Где ваш... Где работа-то, ёпты? Ничего, никого не поймали. Надо ни юрист, психолог, и технический специалист. Блядь, смотри, аппетра номеров нет сзади на машине. Вообще нету ни одного номера. Покренеть. Им нужно каждому подписывать войерист. Войерист, войеристка. У них прямо, наверное, это в трудовой книжке написано. Мобильная группа войеристов. Так, вот оно, вот оно, вот оно, чего мы ждали. С мужем и дома, и на работе, бок о бок. Петь, в творческих парах очень нередки такие союзы, да и тем более Ася с... А нас все говорят такими... Такими, такими. Да не, это все очень очевидно. Конечно, очень. Ты вам довезал, он по сразу, вот, и такое было. Это очень распространенная практика. Да, да. А что, метанол тоже неплохо. Ладно, не ослеплюсь. Метанол, бутанол. Я-то омывайку пью. Идя в телефоне всегда вместе. Да, но не надо забывать, что именно это их и сблизило. Хотя, знаете, мне кажется, что лично я... Так, друзья, ну... Заткнись. Заткнись. Это мой. Секс. И он начнет ее раздевать. И там... А вот, анекдот! Анекдот! И он обратно так... Опять смотрит... Летит, значит, по небу орелок! И он опять говорит, как тебе ебать-то? Он такой, попробуй сначала его. Его дай ему на клык. Потом, да, он заснет. И очень осторожно мы будем дальше продолжать. О, блядь! Что это делаем? Я не знаю. Мы заложники нашей мерзости. Мы этого не хотим. Я не хотел. Просто понимаешь ситуации и просто описываешь, что в ней происходит в голове. А потом, оказывается, там такие мерзости. Давай мы с тобой в следующий раз попробуем сделать эталонную реакцию. Эталонную по-мерзкому? Нет, наоборот. Вот как бы... Как он должен быть? Вот получится ли у нас сделать реактор так, как это делают классические реакторы? Мы классические реакторы. А, вот в чем дело. Говно от жопы. Срут в рот. Насилуют, убивают, расчленяют. Потом этим всем обмазываются. Вот такая вот бригада. Зала посмотреть свою студию. Мы позвонили. Я чая сообразила бы. Ничего, обойдемся без чая. Давай я у тебя покажу свою... Так, обойдемся без чая. Так, значит, снимай ту усы с вами. Нет, смотри, мне кажется, она не изменяет. Он такой прям серьезный. Говорит, показывай свою работу и все такое. Да, а ты знаешь то, что она имеет в виду под этим, блядь? А-а-а. Может, у них там все... У них стены очень тонкие из ДСП, из гипсокартона. Это намеки все. Намеки. Значит, показывай свою работу. А может, она нарисовала себе что-нибудь на лобке, блядь, этим самым. Ха-ха, триммером выстригла. Дятла какого-нибудь. Яков написала. Да нет, дятел там нарисован. Нет, именно Яков и муж такой. Я начинаю подозревать. Она выбрала несколько букв на паху. Я-к-о-и-в. Да, я не знаю, что это значит. Я-к-о-и-в. А-о это дырка нашего Яков. Ну, пока еще не совсем готова. Но уже лучше. Я вижу. Ну, это уже вообще совсем другое дело. Другое дело. Может, это ее наставник? Так. Ну что? Отлично. Студия. Камерная. Это просто шикарная. Да. Да, он уже продумывает, где она будет ее ебать, блядь. Он прямо тут или тут? Или прямо на мольберте ее вымыть? Так, использовать ли фигурку Венера Милоской? Обязательно. Масло есть? Фигурка шершавая слишком. Да-да. А где фигурка? Он сидит на полотку? Какая фигурка? Красками намажь ее сначала. Со штанами спущенными сидит на полотку. Какая фигурка? Никакой фигурки нет. Она уже полностью в нее забвинулась. Никакой фигурки нет. И он, да, и она такая смотрит на него. И не было. И у него так, у него, короче, на животе вот так вот торчит. А если разбежаться, дайте ему поддыхал с ноги. В этот момент у него это все развалится. Он такой, блядь! Ты, блядь, осколки, ты разбил внутри меня скульптуру? Знаешь, ведет он себя так, как будто это она у него в гостях. Везде ходит, роется, все трогает. Так, завтра сможешь быть у меня? Ну, думаю, смогу. Сможет, сможет. Давайте я, наверное, еще подумаю и перезвоню вам. Какие раздумья. Блядь, главное подумай, чтобы не забыть тебе розовый пеньюарчик. Хотя без него вообще шахарно. Ну, ничего. В общем, завтра жду. Это что такое? Она натурщица. Он ее будет рисовать. А потом будет ебать. Да, потом будет ебать. Вполне возможно. Вот так вам, блядь, это очевидно. Ой, скотина какая. Мне уже пеньеры обсуждают, как у нас быстро развиваются события. Неужели Ася мажет? И Мать ее мажет просто, как у нас быстро развиваются события. Быстро. Ребята, так холодно, у вас машина. Давай я все одну мажешь. Она в сугробе лежит просто. Уже одна сидит, просто как в кресле в этом. Сменять ее с этим Яковом Мишесовым. Классический сюжет. Опытный, талантливый педагог, молодая студентка. Да, но она уже... Ой, все так вот для нее очевидно и просто ясно. Что ж ты раньше тогда не поняла, если все так очевидно? Да, она говорит всегда, когда уже все очевидно. Вот именно. Она такая, ну это было, это я сразу поняла. Это я сразу поняла, конечно. И 27 лет на минутку, а это уже осознанный возраст. Вообще, да, конечно, это вполне возможно. Но я предлагаю пока Мише ничего не рассказывать. Он может очень дурно отреагировать. Но у нас пока нет. Получается, она старше парня, да? Ну все понятно, понятно. То есть, как бы, какой-то шоколец. Сначала подумала, будет здорово, потом что-то начал, блядь, какие-то деньги, сука. Отец нормальный. Слушай, блядь, лучше с отцом ебасается. И с наторщиками этими, если с этим. Ну что, бабочки рисуют ебучее. Да хоть нужны кому-то, блядь, как он? Что он зарабатывает? Стены расписывает. Да пошел он нахуй. Никаких доказательств. Знаешь, что? Так ему и надо. Пусть он спросит сегодня вечером у Аси про этого Якова. Так, ну что, она явно куда-то собирается. Она такая, хочу, чтобы скандал был. Попрошу его про Якова спросить. А она-то не сможет соврать? И у них там будет прямо бить посуду, бить будут все это самое. И она прям... Лицо ей бить будет. Да, они прямо вот такие токсичные. Они любят, когда это все, естественно, там на ругань переходит. Когда уже бьют, а когда уже дожи схватывают. А они такие, блядь, Петр, вот сейчас. И Петр забегает и говорит такой, стоп. Two girls, one, pete. Что это было? Ты видел, как в терминаторе каком-то? Взрыв какой-то ядерный. Сука, это вообще что было? Мне вот интересно, Ася, ну, расскажет про визит художника? Сейчас мы это и увидимся. А у меня знаешь что? Что? У меня новый клиент. Ммм, классно. А что за работа? Расписать огромную стену. Хорошие деньги. Вау! Расписать огромную стену. А как расписать? Сплошная заливка. Да я покрашу, блядь. Покрась я в черт. Ты в маляра? Ты теперь маляр. Ты маляр? Нет, я художник. Я, да. Я там в самом низу... Сколько тебе платят? 3000 за стену. И он в самом низу... Ты маляр? В самом низу, в углу под плинтусом подпишет свое имя, его заклеит нахуй. Он такой, моя работа. Как я охуел, что ли? Ты че, блядь? Молодец. Нового клиента нашел. Похвально. Да, он очень старается. Видно, что любит Асю. Недостаточно. Делает все для семьи. У тебя? Так, все на день, работала. Что лишь Яков заезжал. О, посмотрите. Жопой. Про Якова она сама рассказала. Удивительно. Слушайте, ну... А расскажет ли она, что она... Шаболда. Шаболдина, да. Ой, кстати. Шаболды изменяют себя. Он такой, так я это знал сразу. Поэтому ты мне понравилась. Люблю Шаболд. А он такой, я знаю, что сам Шаболд. И там... Просто шлюха. Значит, ей просто нечего скрывать. Зачем? Ну, говорит, я на пол. Да я ее в работу не сделала. Завтра к нему поеду. Хотя, про пенюар, кстати, она умолчала. Еще бы, блядь. Вот, кстати, да. А мы завтра посмотрим. А Катер сразу такой жрелся. Кстати, да. Не сказал. А вот, представь, девушка тебе твоя говорит. Так я завтра к Якову. Я завтра к чему? Пенюар. Пенюар возьму с собой. Я такой. Чем, блядь? Да, просто сразу. Ты никуда не пойдешь. С лицом. Ноги сломать, блядь. Ты никуда не пойдешь. Только на коляску, если поеду. Яков. Какая мразь, Яков. Якову нужно лицо разбить. Слишком много на себя думать. Старая хит. А чес, кстати. Думаешь, это Яков, блядь, инициатором был? Яков какой-то. Смотри, какой он нам. Нет, я считаю, Якову нужно одно яичко удалить. Чтобы не такое смело. Он такой, как? У него и так одно нет. Он такой, ноль яичек будет. Ноль яичек. Он такой, в Советском Союзе, он еще не такое делал. Ему уже одно яичко отстрелили. Чтобы поспокойнее стал. Да, он стал. У него голосок стал выше немножко. Он такой, аааа. Я бы рисовать, рисовать будем сейчас. Нет, у него сейчас вот такой голос. Это вот уже после удаления одного яичка. А, и аспорт. И аспорт. Это он озвучил? Да, да, да. И аспорт. Чем они и как там занимаются? Надо им добавить в заставочку все-таки слов. Типа, очень любим мы подглядывать за голыми людьми. За голыми людьми, по бокам унитаза. По слогам. Ха-ха-ха. И это как караоке петь, чтобы снизу шло. Чтобы все могли подпевать. Потому что такая здоровская передача. Все любят подглядывать. За писающими людьми и изменами. Кстати, вот рар-архив. Скачайте и посмотрите. Деньги отправьте на авиабайз. Деньги не нужны. Я просто сумасшедший. Я всех покажу, всех абсолютно. Приличные люди уже давно встали. Но только не наша богема. Миша, он вообще только проснулся, в душ пошел. Ну зато Ася уже куда-то собирается. Прихорошивается. Куда вот? Смотрите-ка, а это она пеньюар выбирает, я так понимаю. Наверное, едет к тому художнику. Помните, они выговаривались, чтобы она с собой взяла? Она уезжает, он начинает одевать ее одежду, кублуки. Ходить такой, одену тот пеньюар. Такой, изменяет. Где он? Еще, алло. Она такая, алло, ты забрала тот пеньюар? Это мой пеньюар. Я купил его себе. Они тебе сколько раз повторяют. У меня сегодня Бонго Камс. Как я буду теперь стримить, дура ты ебаная? Ладно, анал-шоу. Ладно. Туда-сюда. Достает огромный, блин, газовый баллон. Драконник. Разноцветный. Стребренного дракона. Золотой сыр. Из героев меча и магии начинает. И там такие все задроты. О, отлично, лайк, лайк, лайк. Типа чувак этот, гремлин из Майзен Мэджик. Это его типа никнейм. Там на Бонго Камсе такие все задроты. Ряд в очках такие. Интересно, а он сегодня будет кентавром изображать? Да. Как вот у нее даже голос не дробен. Так, смотрите, такси подъехало, может за ней? Ну что, снова на такси? В этот раз ее можно понять. С такой кучей вещей, толкаться в автобусе, ну кому захочется. Ну ладно, сейчас поедем, за ней не посмотрим. Они прям упрекают их за то, что они на такси. Ах вы бедные, так вы еще и на такси ездите. Еще и на такси. Ну потолкаться лучше бы вам было, конечно, в общественном транспорте. Вот суки, блядь. Они не оборот, не хотят, знаешь, там как-то это... Ездят в гигантской машине с личной... Погробные, блядь, здесь еще 4 места свободных. Они, знаешь, из-за них пробки постоянные в Москве, блядь. Они постоянно стоят там, где нельзя, блядь. Поперек. Да, постоянно перекрывают дорогу, там, блядь, слежка идет, мобильная группа. И никто им не может ческать. Даже Собянин стоит такой, думает, ёб твою мать, блядь. Блядь, этот Петр. Петр перегрыл дорогу опять. Кат стоит такой, они снимают квадрокоптеры, запускают. Развлекаются. Да, да, да. Приехал в жилой дом. Думаете, здесь и живет этот Яков? Я вообще-то думала, что он должен где-то в студии преподавать. Ну, это мы сейчас узнаем. Яков преподает дома. А знаешь, что он преподает? Свою семью. Он преподает, поднос кладет, на него хуй сло. Яков пицца открывает, в ней дырка, и там его старый сло. Ну, не, ну, это для него слишком просто. Так он делал, да. Так он делал вчера, блядь. Сегодня приводит еще новое. Он наряжает член, вынимает девочку, типа маленький паричок. На голову, на голову, на диван, платьице. И такой, поиграй с курилкой. И он из-за этого, из-за спинки диван, диван такой. Какого хуя, что он творит? Он такая, не знаю. Но он такой, надо будет сосать, ты же знаешь. Ты все знаешь. Ля-ля-ля, я хочу не веку. Ля-ля-ля, я пою. И знаешь, лифт закрывается, и потом... Он такой, не, я с вами поеду. Не, он вперед, сразу открывает хуйню, это наверх. Не, он такой, он на какой этаж? Он такой, на пятый, он мне тоже. Он такой, ой, на шестой? Ой, мне тоже на шестой. А она такая, а мне насалили домой. И он такой, и мне домой. И мне домой. И он нажимает такой на стол. И такой, и он такой. Он такой. Застрелит. И по лампочке. И она видит в темноте, что у него рука разбита. Кровь прям, клещет. Он из кармана снять камень. И она такая, в темноте. И знаешь, звуки с одной стороны. Левку с кровью. Потом с другой. Блин, он вот так вот ходит по голове. И она не может понять, где он сейчас. Она слышит, ширинка растягивается. Да, такая. И начинает такой звук. И она светит телефоном. И не может попасть. Он к юге. И она, она включает телефон. И у нее прямо на уровне глаз. Пенесал. А он висит, блядь. Подтягивается. И она такая, типа. У него пот прям течет от напряжения. Да, он делает планку 15 минут каждый день, блядь. Чтобы вот быть в форме, блядь. Он готовился к этому, блядь, очень-очень долго. И все такие там, непонятно, что про все изображения камеры пая. Мобильная группа не отвечает, ничего не это. И там просто лифт открывается. Делка плачет, вся в тушь размазанная. И лампа разбитая болтается. И его нету. И больше его не видели, блядь. Говорят, он где-то в Аргентине сейчас живет. И у нее животик. И она забеременела. И она, короче, 9 месяцев отходила, родила, маленького вырастила. И он растет. И она с каждым днем понимает, что он прям все больше похож на Петра. И потом он вырастает в Петра. Это Петр. И она такая смотрит на него. И в один момент такая. Он такой. Да, это я. И растворяется в воздухе. Просто исчезает. Вот такая история. Так оно и было. Вот так мы и сидим по 4 часа. Ой, ты нарядился. Старый хуй, блядь. Брат, Ванюш. Ну что, как мы и предполагали. Слушайте, может быть, коптер поднимем? Ребят, коптер, прием. Сейчас что-то будет. Сейчас будет секс. Посмотрите, окошко. Насколько этаж, третий. Ну как жаркий такой. Вял. Ну такой, вял. Старый. Гармошка, поиграем. Всего это, одну таблеточку выпил. И там как бы риск. У тебя стоит, но ты умереть можешь. У тебя может сердце стукануть даже. И вот она с ним занимается сексом. И она не может кончить, потому что ей страшно. Потому что то стонет, как будто ему приятно. То кажется, что сердце болит. Он такой. А вот как медведь такой. Она такая, что с тобой? Он такой. Кровь из носа течет. Все в порядке. Я почти, спасибо. Ай, что ж так темно-то, а? Он такой, свет горит. Он ничего не вижу. Он иногда отключается на 10 секунд 15%. Он почти падает, да? Хер все время стоит. У него отключается сознание просто. У него какое-то первобытное сознание проявляется. И он все это делает, как будто, знаешь, с обрезубой тигра. Он прям вот не может остановиться. Кусает ее. Да-да-да, он как будто думает, что у него огромные клыки. Рычит. А зубов нету, у него челюсти нету, он у тебя. Он вставляет, у него есть зубы для секса. Понимаешь, он прям вставляет такие огромные пивни, блядь. Он такой, я, можно я тебе? Челюсти, аккуратненько. Зубы для секса. Два крутых пивни, которыми он такой, я поцарапаю тебе спидом. Он такой, я... Он такой, уявлялся, кожу снял. Лоскут такой с мясом большой. А теперь давай я подвешу тебя за свои зубы. И он такая, давай, пробивай кожу. Он такая, я поеду, я вызываю милицию, блядь. Он такой, что он меня ловляет? Сейчас двойку въебу тебе за семестр. Как все предсказуемо и печально. Что требовалось доказать? Она пока что пеневая. Просто позирует. Посмотрим, чем закончится это. Просто позирует. Ребят, смотрите, она совсем разделась. Ну да. Если бы передо мной сидела голая девушка у меня... Тихо, тихо, дай это ему сказать-то, блядь. Мысли были бы явно не о палитре. Ой, Петр. Гетеросексуал, конечно. Петь, брось, это специфика профессии. Ну, как врачи определенные специализации. Они же не кидаются на паждую свою пациентку. Тоже я. Ребята, ну... Но если бы я там был... Он такой, тоже верно, я ведь в районе гинеколог. У меня, конечно, диплом куплен. Блин, я просто сую пальцы в агину женщину. А ты не знал, что... Не мытые, беспричатые. Просто люблю попихать. Он вот так вот сразу такой, тёлка. Люблю вот так вот делать и раскрывать руку. И там, знаешь, супер баллон такой сжатый в воздуху, как бы прямо сразу раскрывается. Он же гинеколог звёзд, ты не знал? Пётр гинеколог, он гинеколог звёзд. И он очень много. Кристина Рыбака, это его проделка. И Кристина Рыбака, это... Пугачёва тоже. Пугачёва его. И вот они садятся, и они думают, что он не знает, кто они. Потому что их инкогнито приводит, они все в марк. Не знаю, без... Да, а Пётр, они, типа, ширмой гаражит. И он вот так вот берёт. И потом её лицо прямо снимает. Он такой, ребята, знаешь, прямой эфир, прямой эфир для людей, которые отзывали, пишут мне. Он такой, у нас сегодня Кристина Рыбака. Давайте посмотрим, что у неё здесь. Вот, так. Давайте попробуем посмотреть поглубже. Какой ужас. Он такой, так, темно. Это моего Рыбака. И она такая, типа, и она очухивается от муфелина. И такая, типа, что происходит? Пётр такой, так. И знаешь, стрим продолжается, только снимает потолок. И он такой говорит, типа, всё в порядке, следующий осмотр нужно будет провести завтра. Она такая, почему так рано? Он такой, ну, надо почаще ходить, не колокол. В том случае, думаю, что мы должны об этом рассказать. С руки в банку вот так вот всё. Да. Всё, это самое. Поджимает. Самый специальный хуйёй там. И потом делает из этого духи. Да. И потом это будет. И глотает. Сепарированная. Кристина Рыбака. Кристина Рыбака. Сколько, да, ставка. Шаг 50 долларов. Начинаем с 300. Большие деньги. Большие деньги. Может быть, конечно, в их кругах это нормально, но я думаю, что он должен об этом знать. Раздвините ногами сюда? Да, конечно, обязательно. Закончится, и тогда уже будем звонить. Согласна. Песядно было видно. В этой комнате, ребят, посмотрите пока окошко, не спускайтесь. Последите, последите. Часок, два. Старого не должно платить на долг. Старый, сознание теряет просто, когда пенис встает. И такие, его на ногу не хватит. Он поэтому надевает костюм от квалангиста, чтобы он взбал его. И кровь в голове поднималась. Ну вот где пенис, там отрезан. Да он стрэч пленкой обтягивается. Просто такой, выходит, прям вот такой. У него башка красная. Да, реально. Башка красная, хуй красная. И он такой, ну давай быстрее, я умру так скоро. И у него всегда подключено это давление, короче. Хуйню из Беретова говорит, а кто когда идет до 200, сразу разрывает эту хуйню. Мне очень плохо, соси скорее. Пятерку хочешь соси скорее. А он такой, пятерку хочешь? Пятерку хочешь? Давай, 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 давай. У тебя есть минуты, две максимум. Отбой, можете спускаться. Что они не переспали-то в итоге? Что это там было? Что там было? Было женщина. Отбой, можете спускаться. Где? Где? Да вроде нет. Ну все уже, тут-то нет ее точно. Я хочу за другими квартирами послезать. Возьмите тогда, все. А давай заведем квадрокоптер и будем снимать шоу, где, короче, мы будем летать, снимать квартиры, да, и комментировать это. Это незаконно, да? Мы прям будем стоять, прям снизу такие. Значит, ооо. О, нам сегодня повезло, кто-то занимается сексом. Давайте комментировать их секс. Давай попробуй. Юлик, попробуй залетти прямо в окно, блять. Поху с этим квадрокоптером, это все. Квадрокоптер обстеклой, она будет бум. Та, бум. И прям над кроватью. И там все в осколках, и прям, в округу летает, она такая, ябл. Возьмите, смотрите, вентилем надрезы на теле случайно. Ой-ой-ой, что-то я с управлением исправляюсь. А там вместо лопасти ножи. Чтобы он, ну, лучше был устойчивый, мы специально поставили металлические лопасти, да, как у вертолета достоящего. И там мы просто режем всех на куски. Ой, было бы смешно, если бы мы реально вот так вот следили и комментировали. Да. Но незаконно. А почему ей можно, а нам нет? Там было что-то или нет, как думаете? Я думаю, если что-то было, мы бы это взять и увидели. Слушайте, ну, это же может быть такой своеобразный бар-то. А она натурщицей. Давайте ее травить. Они едут медленно за ней. Вот она идет. И они едут такие. Э! Э, шлюшка! Что? Что вы говорите? Шлюшка, может, тебя подвезти? Она такая, отстаньте, пожалуйста. Шлюшка, может, ты мне попозируешь? Она начинает быстрее, и они быстрее. Потом они ее загораживают, вылетают. Она начинает орать от страха. Опять ее хватает в машину. Давай, раздевайся! Она типа, давай, ты натурься, давай, давай. Я сейчас тебе нарисую. Ты натурься, я тебя тоже рисовать буду. У вас даже краски. И ты у меня из карандаши ручка. И он начинает... Не, у меня есть нож. И он такая, хочешь, я тебе нарисую? Прямо все на груди, давай. Я могу зеркально рисовать. Вы знаете, у меня, кстати, это... Я могу говорить... Ты знала, что я могу говорить слова, задом напевет, и очень быстро? ЗНАЛ! Он такая, да-да-да. А он научит тебя рисовать? Как думаете? Ну, вообще, вполне может быть. Миша же нам рассказывал, как дорого стоят его уроки. Я думаю, что именно этого Миша и опасался. Вряд ли ему это понравится. Сейчас позвоним. Ой, ой. Чего она не изменила? Алло, Миша, здравствуйте. Так надо было до конца, блядь, смотреть квадрокоптер. Хоу-хоу его спустили, блядь. Надо было, блядь, висеть там, пока они не заметили бы его. Нет, они, если бы дальше снимали, они бы увидели сцену, как старый мужик дрочит на воспоминаниях. Это грустно и противно. Он прямо в окно смотрит и прямо на дрочит на всю Москву. Он говорит, вот раньше было время. Там было, знаешь, как, типа... Кефир по рубль двадцать. Ха-ха-ха, интересно. Типа этот анонизм, я не знаю, выглядел бы как, ну, типа, вот его член, он такой пытается что-то сделать и смотрит в окно. И они смотрят за ним из квадрокоптера и такие... А они такие... Всех это нас ждет. Ничего смешного. В этом... И он там сидит, дрочить пытается, потом плакать начинает. И все, и на этом заканчивается шоу. А они такие, как бы, и Петр такой, какое, какое грустное шоу, блядь. Он такой, как хорошо, что у меня стоит. Нет, и потом реклама. А что, а вдруг? А что, а вдруг? Я посмотрел, реклама так смешно. Да, и причем этот чувак наполнен, ну, я тебе уже говорил, да. То есть он, как бы, у него вялый, он на секс не рассчитывает. То есть, как бы, ну, на всякий случай возьму, но секса, наверное, не будет. Но если вдруг, то будет уже тогда разговор. Такое, вообще нормальный. Разговор про Си Олег. Мне кажется, у него дома в каждом, вот, в каждом, блядь, шкафчике по таблетке Си Олегса. Потому что он, а что, а вдруг? А где у Ильдера? А где приспичи, может быть? Вот он идет по улице, его приспичило подрочить. И у него, как у Бэтмена, в каждом фонаре, блядь, есть таблетка Си Олегса. И плащ, и он под плащом так. Да. Вот так стоит. У него рука бутафорская висит. Да, у него, не, он нормальный. Пластиковый. Он просто скелет из арматуры, блядь. Он, на самом деле, внутри сидит, как в роботе, блядь. А он может туда вообще провалиться. Он, знаешь, может, а-а-а-а. Он вот так вот спускается, и только голова остается. Когда менты едут, да-а-а-а. О-о-о. О-о-о, нет. Нам бы с вами встретиться, поговорить. Правда, чувака из рекламы Си Олегс. А-а-а. Хорошо, хорошо, присылайте адрес, мы подъедем. Я замкнуваю. Да ладно, как мы говорили. Юлик, что с тобой? Тебе нужно пить витамины, блядь. Нет, у меня память очень хорошая. Просто так мы нафантазировали, что я думаю, про кого мы вообще говорим. Про чувака из рекламы Си Олегс, друзья. У нас идет реакт. Ну все, сейчас пришлют адрес и ждет нас. Ну, отлично. У Петра такая хорошая прическа, прямо вот идеально. А он и в машине целыми днемся. Нет, как будто бы у него большой парик от человечков лего. Знаешь, типа сверху просто отевается. Если он в следующем выпуске блондином будет с другой прической, совершенно то да. Он человек, он лего. Он знаешь, он сначала с одной прической, потом выездой, потом с другой прической. Потом бородатый, потом он, знаешь, потом сидит без носа, потом без глаз, потом рот один. А все такие, знаешь, что так вот. Где-то здесь. А вон Миша стоит. Тебя, мобильная группа на связи. Ася вернулась с Дамовой. Миша, ты что на улице? А, деньги кончились за квартиру, не могу заплатить. Да, я тут. Сейчас. Отъедьте, блять. Я сейчас за это. Достаю. Да, отъедьте. К нему человек подходит, и он такой с ним. Привет. Привет. А. Все, можете подъезжать. И мобильная группа-то все так, и шантажировать будут его. Деньги, деньги себе в карман положил. А, и Петр такой, ты что, наркозить думаешь? Он такой, нет. Ты же наркоман, поручишь сейчас наркоман. Белье девушке продали. Да, конечно, но белье больше наркоман. Белье вар и прочие штуки. И он будет, как коллектор, потом писать на стенах этому чуваку. Петр, наркоман, здесь живет наркоман. И будет стоять с мегафоном, наркоман, здесь живет наркоман. Художник-наркоман. Кудома. Да, отлично, принял. Ну что, тогда он все знает, как он к всему этому относится. Правда. Я же еще раз разговариваю. Ты же психолог. Да, как может человек относиться к тому, что какой-то беззубый, какой-то беззубый, блядь, с не стояком, старый дед, без яйца, смотришь, да? Мак и смотрит на пизду твоей тёмки, да? У которого экзоскелет из арматуры. Да. Плащом этими днями дрочит на улице. Да, и притворяется еще каким-то учителем, блядь. Чему он учит-то, блядь? Чему он учит? Представляете, друзья, чему можно научить, блядь, эту женщину, если ее раздеть, посадить перед собой и ее нарисовать? Что она, чему она научилась? Терпению. Терпению? А что? Она научилась... Смирение. Она научилась выдерживать томный взгляд. Импотента. Слушай, а что за сережки у психологички? Там Фрейд, типа, что ли? Или, мне кажется... Не знаю, наверное. А давай посмотрим. Мне как право... Хуи какие-то большие. Да, потому что... Драчон, огромная, огромная залупа. Две больших залупы. А на самом деле это сережки Тестер Оршер Хайми сейчас его... Что мы... Очень однозначно мы его интерпретировали. Ходят занятия Аси с художником. Сейчас я покажу вам видео. Подождите. Да-да. Она позирует ему? Она что, голая? Да. Понятно. Почему голая? Она в носках осталась. Одетая, в принципе, ну, технически, как бы одежда на ней есть. Не надо так нервничать. Я трубку разбил. И вам бы смотреть, да, это такие плохие новости. Мы за нее кредит не выплатили. Да-да, Асси, стой. Мы едем онны, блядь, новые, нахуй. Мы только не успели выплатить. Мы позируем немножечко. А ты-то прям такой. Сладкий мальчишка. Жаль, попал в передрягу в такой. Придется тебе отдавать этот телефон натурой. Позером у нас будешь позировать. Мы тебя, знаешь, он такой, мне придется голым быть. Да, мы тебя на язнанку вернемся. Ты будешь не просто голый человек. Ты будешь... У тебя будет кожа вот так вот. Нам после каждого использования тебя мыть придется изнутри. Как вагину. Да, мы тебя будем вводить в ней имени Женевидзе. Там будет тебе кишки промывать в тазу, блядь. Чтобы ты обратно стал нормальным. Знаешь такую тему, да? Если заворот кишок съел много масла, то, скорее всего, тебе нужно будет промывать кишки в тазике. Есть такая процедура промывает? Как? Клизмы просто. Разрезаете живот, вытаскивают кишки, кладут в таз. И моют их там. Вот так, друзья. Не ешьте много масла. Ты в 19 веке, в 18 веке так кишки промываешь? Блядь, я уверен, что вчера такая была проводилась операция. Кишки моют в тазиках. Чего тебе гандиты? Это опять ипохондрия? Я, Антон, да. Это слухи или... Не, я сам, я просто не рассказывал, что ли? А я не рассказывал, я хирург просто. Я, да, я как бы занимаюсь, у меня такая работа. А чего их отмывают? Они же снаружи их моют, не внутри. Ну, есть там нюансы свои, я тебе не могу всего рассказать. А посмотреть можно? Ну, можно, да. Можешь приходить, если хочешь. Хочешь помыть сам? Знаешь, как врач просто завернул. Такие, ребят, заходите, друзья. Это мои друзья. Попробуйте. Мы реакцию вместе с сиреном. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, давай. Клади. Хвальский. Мой получше. Ой, оторвался. Ничего, ничего, узлом. Нормально. Мой со стороны. Главное, задницу не вытащи, а такую южку. Не, оторвай от жопы, блядь. Кишку, блядь. Там уже будет плохо. Иначе придется ее на бок вывести. Знаешь такую тему? Вот это, блядь, точно хуево дело. Срешь боком. Короче, если вам моют кишки в тазу, дело плохо. Да, если вы причем это видите, то вы просто плохо. Вот нет, у них нет никакого интима. Это пока нет, я что, мальчик, что ли? Нет, я не обобщаю, но у Якова именно такая репутация. Миш, мы понимаем, что вам это не могло понравиться, но, насколько я понимаю, быть на то, что это часть вашей профессии, и в этом нет ничего предусудить. А что, выгнать ее, нахуй, да и все, телку эту. Нет? А он вообще ничего не потерял. Ну ее любит. Да в смысле, она профурсетка, она ему изменяет. Он любит ее. Да, молодой, блядь. Да, ну его любят. Дурак, блядь. Что ты дурак такой, блядь? Просто выговорит. Это такой голубан. Я тебе показал. Как правильно. Да не могу, за нас следят. Представь. У меня 300 девушек, за такую любовь. Мне это, браслет, браслет надели, блядь. Не могу отходить далеко. Ну он совсем молодой. А он молодой. Видно по нему, что он просто еще неопытный. Вот расставание с девушкой, для него, наверное, сейчас такая трагедия. Он такой думает, господи, как же я так буду без этой шлюхи. Очень легко. Таких шлюх, блядь, вот. Открываешь дверь, блядь, а каждый тарахает. Ну это моя жена, понимаете? Миш, мы вас прекрасно понимаем. Для Васи очень важны уроки с мастером такого уровня. Поэтому она на это пошла. Я постоянно музыка. Это все из-за денег, которых у меня нет. Да? На здравом в этой ботехке. Миш, не стойте блять себя. Вы здесь ни при чем. И дело даже не в этом. Вам нужно решить этот вопрос. Попробуйте поговорить с Асей. Миш, она не изменяет. Ну какое? Это самое главное, мне кажется. Ладно. Я попробую с ней поговорить. Миш, только держите себя в руках. И вы как-то придумайте, откуда вы это все узнали, а то вы нас выдадите. И она узнает, что за ней следят. Да, хорошо, спасибо. Ну я пошел. Да, будем на связи. До свидания. Сейчас пойдет такой, типа, классный парень. Он пошел в магазин хозяйственных товаров, выходит такой, в веревку мыло. И такие, типа, пока! Он такой. Они такие, дома сидит, Петр смотрит. Типа камера такой. С квадрокоптера. Так-так-так-так. И такой, давай такой. Наконец-то. И у Петра такой. Ммм. Ммм. Такой. Ааа. Ха-ха-ха. Зацепься. Ты что, я думал, ты у меня ходишь по еболу, блядя? Нет, реально комар литает. Горячий парень. Молодежь. Ну что делать? Ну правда, жена раздевается рядом с каким-то художником. Ну что, понятно, он слишком... И сразу, ой, да что, ну и раздевается, ну и чё, ну... Да мы-то поняли, кто ты такая, блядь. Он же не вставляет ей, как бы, если пенетрации не было, то значит неизмена, ведь да, я психолог. А я юристка, да, 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 да. У меня ведь как юрист говорит. Если трупа нет, значит, ты его своего все отсудишь, реально говорю. Но ведь он тоже художник, и он тоже может так же рисовать чью-то чужую жену. И что теперь? В этом и есть парадокс. Ладно, пойдем. Он нам намекнул, ты понял, да, типа, ну, ну и чё, нарисовать. Может рисовать, а может и... Может расчленять, может быть всяк. Что угодно можешь сделать? Что сейчас было? Интересно, решить ты Мишин разговор с Айси или нет? Все-таки ревность, страшное чувство, контролировать себя практически невозможно. Это точно тайна. У меня было пару таких историй, конечно, не дай бог никому. И потом в себя изводишь просто по полной. А еще, блин, ты кого-то ревновал? Нет. Нет, я там другое дело было. Я был с другой стороны, как бы. А это он, типа... Из-за меня ревновали? Да, конечно, естественно. Он такой... А он прям ходил, да, искал, прям вот идет по бару. Женщина с кольцом. Сразу, Петр, тут как тут. Начинает соблазнять. Он такой, давай мы насолим твоему мужу. Капает что-нибудь ей в боку. Вон. Ха-ха-ха. А потом... Тык. Ха-ха-ха. И она просто мажется опять, выключается. Вот почему психолог постоянно вот такая. Она постоянно вот, она теперь знает все это дело. Она очень... Она просто крепкая, она выдерживает. Очень долго лечила пролапсы, и теперь она с подозреем относится ко всем напиткам, которые дает Петр. Ха-ха-ха. Она такая, нет, Петр, я знаю, что теперь будет. Я лечила уже пролапсы, иди ты нахуй. Он такой, да ладно. Ха-ха-ха. Иди ты. Один глоток. Один. Ну вот, осталось тут. Смотри, иди сюда. Вот столько. Хочешь я первый? Ха-ха-ха. Рассказал, какая ты классная художница и натуршица. Ему естественно Яков. А если ты ему позируешь? Да. Но он сказала. Я сегодня Тимофеев рассказал, какая ты классная художница и натуршица. Ему естественно Яков. А если ты ему позируешь? Да. Почему, я не знаю. Странные вопросы чувак задает какие-то, но... позирует твоя телка голая но ты же знаешь что что такое но такое бывает вообще в теории ну да она позирует просто на нее смотрит много людей играет громкая музыка и мастурбирует как бы они ему кто-то рисует да она позирует но вот очень быстро много разных поз там ну это считай это можно назвать танцем если можно последовательность пост танцем слушай не знаю да он такой я вот сейчас начал сомневаться что рядом с шестом позирует простой отношение какое такое такое ты себя со стороны видят ась ну это для тебя просто нравлюсь я как вечно убивается за кем-нибудь у него шлюнки текут ну представь что у него прям реально слюни не текут это старик он уже такой старый урод мерзкий но рисует прекрасно вообще идеально рисует но он там не делает он сначала все идеально рисует а потом берет и одну большую все испортим всю картину так и придется перерисовывать и у него огромная лупа есть огромная блять которая прямо вот снимает я рассматриваю я я художник гениталий я люблю очень очень люблю знаете рисовать с помощью камеры я поближе это подальше это называется съемка ты никакой не это ты не обманываешь можно подумать яков один преподает я кого есть друзья которые помогают ахахахаа да иду идти к другим а а что раньше не нашел миша конечно очень эмоциональный посмотри все на повышенных тонах но она во всем зато призналась мне кажется ей сама просто уже надоели все эти разборки согласны им нужно менять психолог что-то они как-то между друг друга всегда поддерживает мне кажется знаешь на звонит и как мне только что в это даже хорошо потому что психолог я тут ребенка я бухала у меня похмелье он орал в маршрутке я ему так пиздануло это нормально скажем что ты была в состоянии аффекта что тебя бросил мужчина да жесть какая они друг друга отмазывают а петру никто не помогает пётр сам самый сильный мужик вот реально мужик вот он блять вот надо учиться еще у него да столько клетку лет носить да там там любой другой допустим сам в клетке если ты сидишь это одно дело а если часть тебя в клетке ты не как вот ты на это смотришь каждый ты вроде как свободен а вроде как и нет видно что ася намного и когда мочишься то моча всадина затекает по клетке очень щипит щипит потому что щелочь идет но но мы знаешь как сам стакан на половину пола плачевый поэтому будем оптимистами когда-нибудь это вообще опадет мне просто кажется он остановится рядом с какой-нибудь этой шинкой шиномонтажом вытаскивайте скажем давайте кусачки мне это заебало они такие окна пускают такие нет нет вы с ума сошли чуваки такие с сигами такие вы че творите да мужика нацепили ну давай петр бам и он сразу им горло кааааа просто он так бошки свернул они такие убегают только арбузы пх пх взорвались он их сжал и тёлки и они все пора прятаться функционально более зрело чем он прости просит прощения за то, что она, блядь, изменяла его практически. Он просит прощения за то, что он истеричка. Если бы он все по-другому сказал, ты что, позируешь головой перед Яковым? Да. Ты охуела. Давай, собирай свои вещи и уебывай. Уебывай к Якову. К Якову. С Яковом будешь жить. А я буду рисовать свои ебучие картины, блядь. Отлично, с Яковом поебешься, с этим старым хрычом. Мне-то 17. Сколько ему там? 19. Ему 60. Не думай, что он может что-то лучше меня. Блядь, какой старый. А может, и может. Он может инфаркт схватить во время смерти. Очень хорошо у него получается инфаркта ловить. Во время оргазма он всегда любит умирать. Чтобы его откачивать. В конце тоннеля видит свет, а он выходит. Яков, сука, опять. Он такой ты обещал не умирать. А он знаешь, типа, свет в конце тоннеля, а это оказывается, он все идет, 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 выходит, а это ему ретро. И он выходит на свет опять. И он такой, я видел все со стороны, блядь. Я стоял вот здесь. Он мне очень понравился. Да, но больше так не будем делать. Я боюсь. Он каждый раз обещает и умирает каждый раз. Так, зарекся, блядь. Ну ладно, последний. У него уже 30% мозга умерло. От такой разлипусти. От фиксии, блядь, этой хуйни. Он же рисует просто, как ребенок. Буквы забываю. Да. Почему с ним не будься? Но он ставит оценки, блядь. Он авторитет, вот что он делал. Представляешь, за оценку москвичка готова ебаться со своим преподавателем. Ну я еще такое могу представить. Не, я представил. Надо открыть компанию, которая выдает не деньги, как микрозайм, а оценки. Типа микрозайм оценок. Да, школьники-то в долгах погрязнут. Ты знаешь, там типа он такой, а я хочу пятерку. Ему ставишь пятерку, а потом каждый день балл снижается, если не отдашь. И он такой, сука, у него кол, потом вообще выгнали, жизнь сломали. Это аттестат с минусами. Аттестат смерти ему дадил. Что у тебя по-русскому минус 30? Я вообще, я не могу говорить. Рот тебе надо зашить тогда. Говорю, Ожигову ему руки сломать. Приходят такие коллекторы, да, он вот такими руками, он так, блядь, я ей отдал пятерку. Че надо, ты иди. Подожди, если бы мы в моей квартире улетели. Ты иди, ебать. Уебывай нахуй. Я очень, я пришел. Не хочешь, я на коллекцию. Мишта! Ну, пожалуйста, Настя. Ладно, я погоню. Иди как. Просто червяк, блядь, червь, ебаный, вот дождевой, дождевой червь, нахуй, которого порубить на 20 частей и будет 20 червяков. То есть, как бы, он вообще бесхребетный, блядь, телка его, прямо, чувак, пиздой, сидела, тебе показали этот видос, она прямо, там мой анекдоты пошлое рассказывала, что-то нескучно было. Чтобы пока он рисовал, всякие там истории. И она такая, смотрите, как я могу, такая, пух, пух. Он такой, типа, ты вагину или... Ты чем сейчас делал? А вы никогда не узнаете. Он такой, сразу начал собираться. Он куда-то... И говорит, мне надо минуту уйти. Он за таблеткой побежал. Он даже наоборот, его без таблетки встал. Си Алексом объебался, блядь, на полусмерти. Он такой, блядь, встань, пожалуйста, подираться, прошу тебя. Пожалуйста, ты можешь, сделай мне одолжение, потому что никогда в жизни тебя не попрошу ни о чем. Даже можешь не ссать. Могу выплевывать свою мачу, только встань. Смотрите, ну, вроде помирились. Класс. Я предлагаю оставить их вдвоем. Так, а что, ну, хорошо, вот сейчас они помирились, и дальше-то что, она не будет больше ходить к Якову? Да будет, конечно, из меня не будет, а он будет рекомендовать. И каждый день будет мириться. Мы таким же термем. Он такой, зварь, поебалась с Яковом, ты его сосала и дала в жопу. Прости меня за это, прости. Прости меня, что я... Я буду есть стельки с твоей обуви. Хочешь я, блядь. Я хотел сказать, что сделаю коктейль ради нашей любви из ногтей Якова и выпью их в знак того, что я благословляю вашу работу и занимаетесь Яковом. И ты хотел умолчать такую классику. Смузи из... Ногтей, волос, сперми и подзалубленного творога Якова. Якова, это вот у нас такое, как сказать, посвящение в художнике. В отличнике. Пять нельзя получить без этого фреша. После каждой пятерки нужно именно вот так. Перед каждой пятеркой, иначе не получишь. Ну, ребята, ну да чудово, это реактор. Мобильная группа сообщила, что Ася с утра уже уехала в студию. Ну, еще бы. Отлично, тогда лезем туда. С утра пораньше уже. Под пяточку у каблука загнала. Начальный пакетик Якова прибежал сразу же просто. А как это поможет в рисовании? Он такой, я сейчас тебе объясню. Подожди, дай я получше сам. Так, так, так. В рисовании никак. В оценке напрямую зависит. И это самое, она уже все сделала, и он такой, и обратно на кушетку. Какая ты тупая, блядь. Пятерка тебе, где ты нахуй отсюда? За четкой по лбу и ба, и пошла нахуй. И он такой закуривает, такой, блядь. Какая прекрасная жизнь. Как классно в МГУ преподавал. Только ногти болят, под корень сострижены просто. Не знаю, зачем ему. А чтобы когда он, типа, телок драл, блядь, там, это отсылочка. Это она просто его ногти состригать прям под корень. Каждый раз. Чтобы домой приносить. Фрэш сделать. А фрэш. Авторские... Они там это, уже все, нечего от Якова принести, на пемзу ему пяточки трет. Тело, скрабики, вот это все, чтобы хоть что-то домой принести с Якова. Она шелушки, Яков скрабит его. Она заставляет его загорать, чтобы потом с него кожу загоревшую снимать. Прям, как реально, настоящая шкура Якова приносит такая. Она сняла ее так умело, что он прям, знаешь, вот, целиком. Когда-то, как со змеи, блядь, он приходит. Он такой, знаешь что, одень-ка ты, давай, попробуем одеть ее. Этот парень одевает, ты такой, Яков? Ты ли это? Отрежь себе одно яйцо, сделай пластическую операцию, я хочу, чтобы ты был как Яков. Вот это мужик. Настоящий мужик, настоящий мужик, ради своей дамы, такое здесь. Да, ты не мужик, значит, ты для меня ни на что не готов. Он же на колене, прости меня. В принципе, все Миши на вопросы мы закрыли. Ну, подождите, Миша нас пока не просил заканчивать наблюдение, поэтому мы работаем. Потом 30 лет спустя, они такие, в смысле, я помню, а, эти ребята, помните, давно вы следили за мной. Мы до сих пор слетим. Да их уже автобус сбил. Они давно уже одну пьяность. Ящики, ёпта. Нет, давайте послушаем. Конечно, приезжай. Ну, ты чего, приезжай, я тебя жду. О, ну, конечно, устроил допрос. Ну, я думаю, переживет. Сука. Давай, сейчас ему позвоню. Сейчас батю. И перезвоню тебе. Интересно, с кем это она сейчас говорила? Вася приедет и будет ее ебать. Думаешь? Поэтому выпуск называется отцы и дети. Она почему-то общается с ним. Точно, я забыл, что называется отцы и дети. Ёптвою мать, чувак, тебе в 24 года ебут его телку отец-преподаватель. Что вообще такое, что за семейка нахуй? Когда название придумали, такие, а кто ее будут ебать? Ну, там, отец, сын. Они такие, отец и сын. Они такие, а может как-нибудь красивее? Ну, отцы и дети. Отлично. Отцы и дети. Гораздо более свободно, с чего бы. Псы. Подождите, но она может вообще с подругой общается. Мы же по телефонному разговору не можем. Петр, Петр до сих пор вот не понимает, что происходит. То есть, он такой, да может быть ладно. Обучную девочку. Прикинь, там реально крупным планом показывают, как вот в пизду хуй входит. И он обратно тягивает. Он такой, да, ну, не, не может быть. Это какая-то случайность совершенно. ну это студия, может это арт проект. Может это арт проект. Может это. Они не занимаются. Как бы мы не знаем, что это, чьи это хуи. Это камера отдаляется. Это якобы отстелка. Это отличная актерская игра. Да. Как отлично от пениса отыгрывать. Пенетрация. Слушайте, с кем она общалась, непонятно вот. Но то, что собеседник тоже знает Мишу, это прям ясно проскальзывает. Алло, Зай, а ты во сколько сегодня будешь? А что ты делаешь? А, здорово. Угу, хорошо, ладно, до вечера, целую, пока. Да, на газету. Он такой, просто, все, хватит мне звонить, блядь, когда я сру. Трубку бросает, так как, господи, боже мой. Берет, я теперь не могу здесь срать. Он где-то в другую комнату. Только я не могу, блядь, в одной комнате заниматься. Вот она, сто процентов, говорила с Мишей. Это лицо, а не фрайл, просто лицо. Миша не будет до вечера, поэтому я тебя жду. Ах ты, дрянь. все, уже выхожу. Дрянь. Звала к себе? Шлюх! Лежи в ступнею, дрянь. Самое интересное, что до этого она узнала у Миши, во сколько он вернулся. Вот, с локотой. Да. А вот, кстати, мы ее только сейчас увидели, крупным планом, блядь, я постоянно, вот она как-то. Марамойка. Ну, она такая, она вроде бы не вонет. На экономии ездит, не доплачивает водителю, сто процентов. Не платит, блядь, ему этих самых. Пердит в салоне вагиной, воняет рыбой. Че ты разошелся? Я не знаю, так не любишь ее теперь? А че он ее в пляже? Так я обычно поехал за ней. Ну, пацан, конечно, тоже хорош. Ну, да, тряпка любящая. Кстати, мы позвали его в студию, он с нами сегодня будет сниматься. Да, давай его сюда. Вот, на полу, пусть сзади лежит здесь, блядь. Дрянь. нахуй. Вот он с нами, наш друг. Вот это и к шоу. Так, ну что, Ася дома, будем ждать гостей? Слушайте, ну подъезд хорошо просматривается, мы сразу увидим, кто к ней придет. Так, слушайте, как эта девушка идет? Может, это ее подруга? Сейчас мы это и увидим. Ну, интрига, да? Если бы эта девушка оказалась ее подружкой. Может, это владелица лошади на ипподроме коня. Так, и что она? И она сейчас придет, скажешь, да, я как бы подумала, в принципе, это все реализировано, и мы с треножем Адольфа, чтобы он не легнул никого, и в принципе, ну там со смазкой, я думаю, вы сможете его. Я думаю, в смысле с треножем? Ну, с треножем, типа, когда ноги связывают, чтобы он не легнул никого. вот оно еще. Они приведут ее на ипподром, коня будет ее ебать, а Яков будет рисовать, такое это искусство. Я просто рисую. Я думаю, что это хуй... Я всего лишь позировала. Надо сразу звонить в полицию, блядь, если это такое, если вы такое увидите где-нибудь, это нужно сразу вызывать ментов, вызывать скорую, блядь, это самое. Во-первых, женщину могут порвать, нахуй. Да. Потому что это конь, он не соображает. А, поэтому вот и нужен человек с аподромом, который все это придумал. Поэтому человек, который в этом разбирается, как безопасно сделать. А проблема оказалась в том, что позвали, как эксперта Петра, то есть, как бы... Петра такой, да я сто раз пробовал. Ну, наверное, дело в том, что на Даркнете у него есть контакты оставлен. Он говорит, я разбираюсь в этих делах во всех, типа, если вам нужно помочь как-то это, ну, коне там это все, позвоните. И вот в этот момент он снимает эту же передачу, и ему звонят поэт... Они же, и говорят, что ему нельзя запалиться. А я думал, они такие, как вы думаете, конь может порвать женщину? ну, не знаю. Достает тубус огромный, из анала. Открывает его, достает чертеж такой, конь это сам, как там, блядь, который самый огромный конь в мире, нахуй, который там тащит, блядь, горы. Вот такой. Он размером с бегемотом, блядь. Как вы думаете, сами, можно? Попробуйте, блядь. И посмотрим. Посмотрим. Неужели все-таки художник? Слушай, ну, если это будет он, я, честно говоря, буду в шоке. А это медсестра абортики пришла перед сексом. Блядь. Неужели она не буждит в год? Не, медсестра пришла себе делать абортики? Спицы такая. Ну, Ир. Папаша? Ребят, так это же отец Миши. Да что ты говоришь? Не вовремя, он в гости собрался. Они еще не понимают. Встреча с художником может тоже не состояться, и мы так и не узнаем, чем они планировали заняться. Поднимайте поптеры, блядь. Обалдеть. Сказать, что я в шоке, это не сказать ничего, просто. Ёбаный в рот! Батя! Ха-ха-ха! Ебет его тюку! Слушай, а отец-то хорошее. Жили, ну я еще 12 минут ебать будет. Класс, давай посмотрим, все эти 20 минуты. И сейчас он вернется. Не, он в шкафу сидел все это время. Он будет извиняться сейчас. Извини, пожалуйста. Папа, попрости, что я такой? сын, смотри, блядь. Да пиздец, что творится? Что творят, а? Вообще как-то это. Это получается, что она договаривалась с Мишиным отцом. Ну, я не знаю, но это настолько омерзительно. Да. даже психолог охуял. Да даже Петр охуял. Он так и говорит, ну это уже, блядь, ни в какие ворота, блядь, не лезет. Это что такое вообще так? Это что, блядь, такое? И как теперь это показать этому ж кольцу, блядь? Он же вообще, он же вздернется, блядь. Он сразу ключами от квартиры вскорит. Они выстроить такие, она вам не изменяет. Она вам не изменяет. Да ладно, покажи телефон. Она такой, нет, нет, дай. Не изменяй, вообще не изменяй. Она такая хорошая у вас. Просто расстаньтесь с ней. Это что? Расстаньтесь с ней, через 30 лет мы вам видео одно покажем. Это мой батя, ебет мою телку. Мы покажем вам видео, когда ваш отец умрет. Да. Жесть какая-то. Я с вами-то не оттворилась. Что у нее пробка в заднице? Занта мочь? Как она готовилась? Это вот там, да? Ее реально пробка в жопе. Чувак, она в жопе, у нее была пробень огромная. Причем, реально пробка шампанского, блядь, какая-то. Не, реально такая, огромная пробка в виде капли. Колокол такая. Смотри, ты готовилась, смотри. А было бы круто, если бы ее реально было в шампанское. Или у нее, прости, перебью, у нее на жопе кот Леопольд был нарисован. Она же художница. Ааааа. Типа. Очкой-то, нос. А он снимает штаны, будем жить дружно, кот Леопольд. Аааа. Ты прямо, аааа, аааа, кот Леопольд. А это чувак, ой, чувака просто кукушка есть. Он смотрит, такое что. Умываться, нахую нарисована мышь из кота Леопольда. Это пранк. Это пранк, да. Он просто, и он в дуру доме, блядь, оказался. Он просто там, и он сидит с психами, такой, какой пиздец, какой пиздец. И к нему, он слышит голос, типа, привет, ты здесь новенький, он поворачивается, и там Пётр сидит, такой, он такой, так вы же с передачи, он такой, а о чём ты, ничего не делал. А он там работает? Не, не, он, он, типа, а, не, там, в ком, он сидит в психушке, сидит, да, он сидит, да, да, это я, это я, а потом берёт такое, типа, ну ладно, развязывается, открывает ключом, и закрывает дверь за ним, блядь, и вот так вот смотрит в эту хуйню, такой, типа, не ожидал, ему включают музыку из Леопольда, да, и Пётр выходит такой, типа, лечебница, темница Петра, а не лечебница, темница Петра, он там, кстати, он, кстати, очень дипломированный специалист, он лечит таких людей, он лечит их, знаешь, клин клином, выбивает, блядь, он прям вот, если человеку изменяет, то он показывает ему постоянно, одну и ту же измену, и у него вся палата, и с телевизором, блядь, и там всегда крутится одно и то же, и веки отрезаны у человека, да, он должен всегда, смотреть, если, допустим, человек болеет алкоголизмом, то в него постоянно, вот, по капельке заливает каждый раз, кап, 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 и ему прям вот, в рот, и у него язык привязан, к кровати, блядь, вот, да, постоянно пьяный, человеком, чтобы вот так вот, с... это консервативный метод лечения, с сыном поступать, если я не ошибаюсь, он ведь тоже женат, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Пиздец. Это Батя. Ферон, я не могу больше жить с Мишей. Чё, нормально парил, блядя? Такой, да ладно тебе? Может, он подговорил её с ним встречаться, это его пассия. Он такой, ну слушай, ты будешь дрычь своего сынка, я буду тебе доплачивать. А за что? Смысл, блядь. Не чтобы он мальчиком себя почувствовал. А он в итоге тряпкой стал. Вот он. Лежит, блядь. Сломал жизнь сыну, пиздец, ну и спасибо, Бася. Спасибо, Батя. Я ему выебал, я тебя отобрал квартиру. Я понимаю, я обещаю что-нибудь придумать. Ты уже обещал. Это всё из-за Натальи. Господи, чё тут она-то? Всё из-за Миши. Я просто хочу, чтобы мы были вместе. У них больше ничего не было. Блядь, походу они и мать-то вогнали, блядь, в гроб. Сейчас Мишку решат отравить. Чё это тут не то, блядь? Ты чувствуешь? А может они неправду её отравили? Я вообще забыл, что у него же мать была. У него мать погибла, а как, непонятно. Градусники реально били. Градусники бил, сука, блядь. Закидывал нас на квадрокоптерах, блядь. Охренеть. Они Мышьяк ему, блядь, вкалывали. Она, наверное, травит его ядом таким, по чуть-чуть. У него поэтому он такой нервный, потому что у него нервная система. Да, она ЦНС отказывает, пиздец, эта хуйня. Я тебе говорю, реально, это Мышьяком, блядь, работает. Вот ему капельку Мышьяка в чай, капельку Мышьяка под язычок, блядь. Ему говорят, типа, это глицинчик, выпей глицинчик. Чувак, это одна таблетка, он тебя сразу убивает, блядь. А он её пьёт уже на протяжении года, блядь, и никак не умрёт. Никак, они не понимают, что это за человек, блядь. Какие нервики, лон. А он да, они такие, это что, какая-то хуйня? Тебя, ты же знаешь, как я тебя тоже чувствую? Ребят, даже не представляю, что будет с Мишей, когда он всё это узнает. Бедный парень лишится сразу и отца, и жены. Да, я прям даже не знаю, какие слова тут можно подобрать, чтобы об этом рассказать. Какие тут слова, Петя, папаша просто крышу снесло. Ну что, вы не поверите. При этом и сына, и жену. Да. Мне вот очень интересно, кто явился инициатором этого романа. Она его соблазнила, или он увидел молоденькую? Мне кажется, теперь понятно, почему он так сблизился с сыном после свадьбы. Видимо, ему просто приглянулась молоденькая Ася. Жесть, блядь, какая-то, представляешь? На свадьбе батя был, и такой на свадьбе. А, ничего, так. Надо отрывануть мамку. Надо, значит, отравлю мамку. И ебать молотку. И буду пилотку малого ебать. Отец, ёпты. Вот как надо, вот каким отцом. Вот я таким же отцом наступил. Все, делаешь на первом шлюху ебать. Знаешь, там типа, если ты малую переводит телку, первый батя. Все, то есть как бы тут это не забалуешь. Здрасте. Как зовут? Меня отец Антон. Очень приятно. Я руку тянул, и вот так вот. А что, у вас так дела? Это прикольчики. Прикольчики. Какого отца? Я не знаю, вы правда считаете, что тут прям любовь, страсть? Или всякое может быть, и такое в том числе. Пишите в комментариях, кто чей батя ебал у ваших телок. Я думаю, ноль будет таких комментариев. Это ужас какой-то. Такого вообще не бывает. Сейчас просто 50 тысяч комментариев. Там оказывается у всех так много. Бати пишут, такие, да, постоянно. Да, да, да. У меня, у моего самого малого пострела, блин. Там телка нормальная, да, кажется. Слушай, сейчас ты там, сколько она там, 50, 11. Я себе пять сыновей завел, чтобы не скучно было. Да, прикинь, сразу пять телок домой. Теперь пожинают. Плоды. Жену главное убить, чтобы она не знала ничего. Это Мозду первый. Куперик. Мы лишь напугаемся из этих денег. Куперик не говорит. Попробуй себе. Ладно, спасибо. Ладно, спасибо. Ладно, ничего не есть. Я не знаю. Я доверю тебя. Ребят, ну что, звоню Миша? Какая дерьма. Так, а он, получается, платит деньги за секс? Нет, он, типа, помогает им деньгами, но как бы они еще и сексом занимаются. Это называется шлифа, за деньги и бьется. Вот что это как-то. У них любовь, Антон. А, конечно, да. Так любовь выглядит, да? Я тут молчал. Любовь выглядит именно так. Когда, ну, вы поняли. Должен ждать правду. Да, давайте. Лучше сделать это сразу. Мы должны поддержать психологически. Это двое самые близкие для него люди. Я не представляю. Теперь вы самые близкие для него люди. Так, это как рассказано будет. Петя теперь лучший друг. Петя теперь самый лучший друг. А мне кажется, так оно. Знаешь, как будто... А у чувака крышу снесет, он никому не сможет доверять. Будет всегда говорить, Петя, можешь его пробить? Можешь его пробить? Нет, дело в том, что, типа, вот у нас получается... Вот, видео, как этот человек срёт. Он такой, Петя, я не той меня везу. Я не хочу, я не хочу, ты не бойся, ты даже дослушать. Смотри, смотри, смотри. И Петя такой, так ты флажку брать будешь? Я такой... Молча. И вот так получился Робин у Петра. Понимаешь, типа, в чём дело? Пётр-то Бэтмен. А это будет его, типа, Робин, блядь. Точно. Он станет таким же мразотным, пакостным. Куда уже мразотнее? Робин сможет дышать чужим пердежом. Вообще у него суперспособности всякие. Он будет пакет на голову надевать? В белье годы прятаться вообще. Типа такой. Выжидать. Питаться клопами, блядь, всякими. Пока они там бегают. Ногтями. Ногтями. Он умеет там, просто... А вкусом, блядь, день свободен. Чужими. С пола быстро собирать. Фу, какая... Какая казна, ты что? Юлик. Мы же вообще все рамки перешли. Это самый мразотный выпуск, потому что это все усы. Вот все. Я сегодня же их сбриваю, блядь. И вообще никого нет. Алло, Миш, здравствуйте. Миша, нам надо с вами срочно встретиться, поговорить. Скажите, где выходитесь. Понятие юмора извратилось совершенно. Хорошо, чисто. Совершенно его нельзя восстановить, такое чувство. С каких пор оно извратилось-то, блядь. Как мы стали снимать сериал. Оно вообще погано, отвратительное. И мы сидим с усами, с цепочками, зализанные назад, и шутим про всякую дичь. Скажите, мы просто будем гадкие слова говорить безостановочно. Просто смегба, смегба, смегба. Да. Смегба. Я как смех, то. Кунелингу, смех. Ануслинг. Ануслинг, это как будто, знаешь... Дресня из жопы. Отзвучит, как будто бы какой-то... Клизма. Номер в цирке, блядь, знаешь, там. А тепЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ там человек такой в маске блять в маске жопы язык таращит у него знаешь завязки которые на капюшонах на губах он так завязывает и ходим как жопа получается тогда тоже выезжаем ребят он недалеко от кафе где мы с ним первым раз встречались едем туда ждем блять что было опять разрешится чё пожмут друг другу руки ладно бать извини блять да ничего и дальше пошел ебать извинился перед ней да извинился слушай извини пожалуйста я просто не знал что вы с отцом и ебетесь он так отец извини что я не знал что ты с ней ебешься больше не буду стиля да я такой извини пожалуйста отец я пойду дальше рисовать позовите еще якобы да и а где же я а где же я не видели якобы море осталось 7 минут это примерно еще час это жесть какая-то я очень много там готов не что что именно к такому мне готовы смотришь как смакуешь такой а по одной откусываешь на говорят про хуи грязные даже даже как-то петит разогнаться или к тебе закончу пойдем сходим в столу но стола да торт будет с ногтями сверху вместо тертого шоколада будут лобкового подстриженый квадрат он просто в синяк вылетает чувак он с ума скульптим михаил не понимаю что что произошло смотри сейчас она его назад и михаил я все понимаю вам очень грустно что вы делаете михаил я вам помогу вот такая помощь кстати была бы кстати я вот я считаю что почему психологи так не делаю это же как бы лучший способ снять стресс напряжение с человека оказывающегося в экстремальной ситуации психологи почему вы так не делаете напишите в комментариях да или делают актрису как и психотерапия мы надо сходить на к психологу она же может сама дать мне только что какие-то два уёбка в интернете сказали что я отсасываю каждому своему клиенту и про и про и про так и на есть мы не говорили это она пишет чушь всякую пишите потом охуеваете сами нет мы вообще является никого не хотели задеть в этой программе просто стереально люди мрази суки что теперь как теперь нет как на это не отреагировать эти тряк ситуация как предательство отца хотя он не является вам отцом не воспринимает вас за сына вы должны это понимать он воспринимает вас как соперника из-за того что вы это как вы так это что за любимый прайм вам нужно убить вы его садите ему ножик вы сделать накапайте муртути перегрызти ему глотку мы с вами поженимся и квартира будет наша это она и вот это говорит я психологи для очень хитро это нервный гостиническое программирование он совсем вас не знает миш ну к сожалению в жизни такое случается скажите что вы думаете делать со всем этим теперь я не знаю о чем кальяной ты сидишь конечно да кстати у него еще дела неплохо идут он все-таки ну а подожди квартиру то батя заберет квартир это батя получается ну все крышка тебе чувак не думаю что это так просто в смысле что что здесь сложного батя говорит что у меня выгоните его в милицию позвонит скажет что у меня живет какой-то человек представляется моим сыном забрался туда и поменял замки я не могу упасть в свою квартиру и сразу вытащит он скажет это поддельный поддельный паспорт поддельный это самое зовут его не так вообще ну да и короче типа все денег завести кому надо у нас россии можно вообще быть не антоном ласом и юлика манежка я могу любой себе придумать и жить по-другому на самом деле антону 60 это уже третий его лично и вот а вот вы думали вчера выложил фотографии из фейссапа это фотография сейчас сделал пластическую операцию чуть это самое поднатянулся и нормально и теперь я как будто молодой снимаю а я блядь знаете что папа папа петра я на войне был блядь я хочу я я что-то воплотился за все то что он сделал за слезы мамы это уже означает что он берет ножик кромсать блядь и у кого-то вот когда то говорят пизда все чуваки это надо начать с этим делать отомстить мы вам поможем но делать это нужно с холодной головой и без эмоций михаил она прям клоника джо мы хотим мы хотим с холодной головой горячей головкой отомстить блядь прикинь слово такое еще употребляет он прям вот ждет не дождется когда будет отомщение он по-другому представить отомщение отомщение знаешь как его он вот галстук ему делает вот на слайс машине нарезать блять как колбасу блять вот вот это месть степки чтобы от сна с ног начинать но это же каждый раз больно будет каждый раз тебя будет срезать микрон один просто ну потому что это дико глупо и никто этого делать не будет блять и это сумасшедший дом блять какой-то маньяк сидит на ажиточку гениальная мысль огромную слайс машины не думал где где найти такие идеи мне кажется если бы нас смотрел этот пила он бы такой блять не успел бы записывать что ему делать и он бы такой ты думал что всю жизнь сможешь ебать чужих телок и ты блять подстал своего сына настолько ты любишь жизнь а муж мужик он короче колбасы продает и вот и нарежьте как и будет подавать им потом тосты с беконом жарить вот знаешь мрт делают по очень-очень маленьким отрезочным вот по таким же будет слайсом нарезаться что он такой прям пространство такой повеситься сейчас или прям прям у подъезда чтобы они видели или я пойду как обманом заберусь на кремлевскую стену и оттуда спрыгнули где бы интересно бы мне получше или а может я пойти на свалку где машина которая вот так вот машина да я хочу туда я сейчас туда поеду я вызываю такси а такси на свалку куда да да сейчас возвращаться дома побудьте без оси несколько дней вешно я с вами свяжемся как можно быстрее Ебать! Ну что скажешь, Петя? Ну, а что ты скажешь? Ну, жалко парню, конечно. Я думаю, что нужно придумать что-то зрелищное и фееричное. И ему должно стать легче от этого. Как творчеству человеку это может помочь. И Петя такой, сидит. Чё, подорвём ему тачку? Я тоже об этом подумал. Только я подумал, что мы, типа, петарду взносим. Не знаю, взорвём ему тачку. Да, он взорвёт. Будет очень известно. И Петя! Нет, ты что? Это, блядь, этот, нас закроет. Он такой, а чё? А чё? Он этого не достоин? Как в субботу, типа, отвлечу. Или мы как-нибудь... А давайте его этим самым окатим с... Будем ждать его на улице. И с ведра окатим кислотой. Бензин. Да, и подожжём его. И пускай он фейер... Фейерверично там, блядь, взорвётся. Девчонки, я пока вас слушал, появилась у меня одна идея. Вы когда-нибудь видели тонко нарезанную колбасу, девчонки? Да. Там такая машина. Она режет, режет. Что вы знаете про слайд? А его прямо можно сейчас ему прослочивать. Про слайд. Вот такой был разговор. Я умею читать по губам. Мы придумали отличный план, уверенно у нас всё получится. Да. Такое событие достойно всё общее. Внимание. И он такой, да, хочу отомстить. Батя садится в тачку, тачка взрывается. Они такие, как вам? И он сидит, он такой, вы убили моего отца. Вы взорвали, блядь, моего отца с моей тёлкой. И голова горящая. Батя на капот. И Пётр такой протирает лобовое от этой всей хуйни. И он так, и он просто сразу его, скорая помощь, блядь, приезжает. Он сразу в дурку, блядь. Пётр такой, наконец-то мы его помогли человеку, блядь, по нормальному. По человеку. Ну как, блядь. Как я понимаю, вы готовы? Да. Начинаем? Сейчас они достают цепи, арматуры обтянутые, шванды. Это в студию брали? Да. Михаил, расскажите нашим зрителям, как к вам пришла в голову. Какая-то прекрасная идея. Вы знаете, у меня... Она мне договорила фразу просто. Как вам это... Да. Как ринжовый. Ну да-да-да. Что у неё сейчас на уме, блядь? Чем она б**бал? Оператор прям такой, ну давай, ну-ну-ну-ну-ну. Очень сильно вдохновила моя семья. На создание ряда работ. Этого жена, да? Вдовое я здесь представлю. Чуть попозже. А там будет работать и пожина шлюка. Выставка посвящена семье. Благодарю и полностью семье. Я уверена, что вас ждет большой успех. Спасибо большое. Спасибо. Ну, что ж, мы с нетерпением ждём. Чё за... Он просто её сейчас выебит. Никакой мести не будет. Она его в туалет отведёт и порет прям там. Да? Слушай, а на самом деле, получается... Она такая, м-м-м, как вы пришли к этому успеху? А художник-то, который был в самом начале... Она столько накатила, что вообще забыла о том, что они что-то там шоу снимают. Умстят, думают, ебать какой перспективный молодой человек. Как звали-то этого чувака в начале, который на пизду-то рисовал? Яков. Яков. А Яков-то вообще тут ни при чем получается. Там будут картины Якова, наверное. А-а-а. Дорогие друзья! Позвольте минуточку внимания. Я очень рад поприветствовать всех присутствующих моими работами. Заинтересовалось телевидение. Я польщён. Сегодня собрались самые близкие мне люди. Моя семья. И сейчас мне покажут картины, а потом... Дорогая, прости, я передумал. Прости, я на коленку спал. Я такой, пожалуйста. Вот я нарисовал свой маленький пенис. Всегда повесить на картину. Ну да, и больше никогда его... Можешь меня рождавить этой картиной. Ой, как. А батя прям уже подозревает. Хочу быть жилком. Это батя? Да. Хорошо. Прикол. И Пётр опять. Пётр есть. Открываем. Ой, сейчас что-то будет. Это что? Прикольная картинка. Так что шутка? Ничего не надо. Все такие. Ты че? Ты че? И они такие все подходят. Ты че? Ты че? Ты че? Ты че дурак? Ты че дурак? А он такой, все пошло не так. Я думал, они будут над ним смеяться. Они смеялись надо мной. Это что, шутка? Это ваш муж по совместительству мой отец. И моя жена. Ась. По совместительству? Бля! Бля! Шлюха подколодная. Тварь, змея, блядь. Вот что она делает. Сосёт яйца моему бате. Вот так. Все такие, блядь. Мы пошли, короче. Давай, пока. Посмотри. По-моему, замечательные работы, Ась. Авторский бенефис. Да сволочь, Миша. А ты не сволочь, блядь. Нельзя было нормально поговорить? Поговорить! А нельзя было чужой хуй в себя запихивать. Ну он технически не сильно чужой, это все-таки отец. Одна кровь. Да ладно тебе, да? Одна кровь. Миша, убери это, пожалуйста. Ты все неправильно понял. Давай с мотором все обсудим. Пошел ты. Ты просто урод. Ты понимаешь, что ты урод? Это моя жена. Сейчас драка будет. Миша, я понимаю. А ты приемник. Да. Ха-ха-ха. Ты ж не мой сын. И тогда это бы все объяснило. А может так оно есть? Дай посмотрим. Мы сейчас не обсудим. Дело в совсем другом, пойми. Все не так просто. Ты когда вырастешь, то поймешь. Это те чувства, которые ждешь всю свою жизнь. Леонид, это как? Ебать. Ну если они любят друг друга. И если они любят. Чувак, ну это же она, блядь, его любят. Все же так просто, такое простое объяснение. Ну он старше ее на 20 лет. Так там можно в этой? Ну когда ему 24 было, ей было и 4. Но они любят друг друга. Пиздец, в этой жизни можно все что угодно сделать. Единственное сурукость, ты скажешь, я ее люблю потому что. Да конечно, еще со старости Ромео и Джульетта, вся херня, малолетка пытался развести малолетку. И с другой семьи покончили жизнь со самоубийством. Любовь, вообще все прикрывает любовью. Просто грабить, блядь, людей на улицах, убивать их. Ради любви. Ради своей. Я ей люблю, и суд такой, говорит. Я люблю грабить и убивать. Обожаю. Он такой, это мое любимое. Я прям обожаю. И вот, чуть-чуть это так. Чуть-чуть придушить себя. Да, чуть сначала себя придушить. Потом. Ага. Кто-то идет по улице. Я, ножик. С таким же звуком. И все, я бакрал. Но это любовь. Это да, это надзначно любовь. Состояние нужно вырасти, чтобы понять, как предавать свою собственную семью. Это вообще не ваше дело. И чтобы раскрыть все точки, это не пресса. Да, Леонид, мы реалити-измены. Михаил к нам обратился, потому что надо подозревать Асю в неверности. И мы выяснили, с кем именно. А знаешь, Леш, я люблю твоего отца. Когда-то тебя люблю. Но все меняется. За денег с ним беру. С ним и за денег. Ты с ним и за денег! Нет, деньги тут ни при чем. Конечно, ни при чем. Вот хуй как биндон при чем. Знаете, знаете, друзья, вот если такая... Двухлитровая бутылка от кока-колы. Двухлитровая бутылка от кока-колы. Вот если у вас... С таким же маленьким концом. Ха-ха-ха. Такая маленькая голова. Маленькая красная голова. Да, но нет. Если у вас... Друзья, то, наверное, вы можете... Ебать... Тебок своих. Мужчина. Хоть и так. Мальчик. Сейчас он... Сейчас он такой... Да он... А мальчик бы сделал такое! Въебал бы своей жене, а? И его сажают, он становится девочкой. Да, да, да. И он на зоне, да, под шконарями сидит так и говорит, Зачем я это? Я бы сейчас мог рисовать. Да, блядь, не надо было её бить. Он такой... Пейзажи всякие. Ты знаешь, он, типа... Пейзажем... Он все это представляет. Только в голове у себя рисует. А потом там чак такой безумный такой, ты щебля... Ты... Ты идёшь или нет? У меня... Мне нет, это спускать. Сээс-ээээээ... Я сам себе должен драчить, что ли. Я... Художник. Хахахаха... Поработай с моей кисточкой! Юляк, ну ты прям вообще... Перегибаешься, не пал. Прямо оч... Очевидно! Это зэк, он такой веселый. Но очень страшный человек. Он в КВН, потому что в Зоновском Ты художник, мы тебя разрисуем Нарисуем Давай дальше Нарисуем тебе, не тупая Ты смотри А мне вообще никто не нужен Ты говоришь, как Михалков какой-то Специально Меня ща бочит Что здесь вообще происходит? Что это? А что тебе объяснять? Не понятно что? Тупаешься? Другим, ты нашел, что ли? Эй, эй, эй Эй, 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 эй Чё не понятно? Эй, эй, эй Я тебя изменю Турак тупой Прям вообще всем Пытается чё-то доказать Когда он полностью неправный Всё, ты не понял? Всё, это нормально А такое чувство всю жизнь ждёшь? Какое, бля? Пацан, чё ты? Чувство, а желание выебать женщину О, это желание, блядь, он ждал всю жизнь Конечно же Блядь, как так можно? Ты чё творишь? Ха-ха-ха-ха Это смешно было Ха-ха-ха Да, ну не смешнее, чем наш шут Паранонс Они все его обнимают? Чё сейчас было? Это он блондинку обнимает под шумом? Да, третий сиську хочет нащупать Он такой Такой Ебать, как мне много позволяет Я только что развелся И он её лапает И она такой Тихо-тихо Она вообще чувствует Чё ещё происходит? Он такой Попробую И он такой Я Ебать Чё происходит? И он начинает её пальцем ебать Ты понимаешь, что его тоже пальцем кто-то очко щекочит? И сзади Пётр такой И он тебе Ааа, так это плата Вот оно как И у них, короче, четверняк То есть, получается, это он Этим пожертвовал? То есть, она, она своей девственностью? Это очень дорогая плата за измены Да, психолог и юрист за одного Петра Блядь Хорошо, давай посмотрим дальше Вы молодец Вы высказали всем И сказали им всё, чего они достойны Ему двенадцать Это поступок сильного человека И я думаю, что вы, правда, сможете садить правиться Где моя КамАЗ? Где мой КамАЗ? Где мой КамАЗ? Ты чё это такое? Юль, ты о чём? А что такое КамАЗ? Он, ребёнок, и такой Где мой КамАЗ? Ахахахаха Мой КамАЗик где? Сейчас Игрушечный на верёвке Игрушечный на верёвке Игрушечный на верёвке Это я пройду По запястечкам Пройдёмся мы Мы пройдёмся А уедите Езжайте Езжайте Это на вас А внутри закрывает Всего самого хорошего Спасибо вам До свидания До свидания До свидания До свидания Ищут что-нибудь острое? Хе-хе-хе Поразительная история Честно говоря, до сих пор как-то не могу прийти в себя Неудивительно Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы Хочется в очередной раз задуматься, какова цена предательства Да, и совсем непонятно, была ли там когда-нибудь Любовь Хе-хе Ребят А давайте сегодня все вместе поужинаем Хе-хе-хе После таких событий хочется побыть в кругу по-настоящему близких друзей Слушай Ах чё, а давайте А чё, мы друзья что ли? А мы дружим, блядь? Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе 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 Наконец-то Да Не слухие заключённые А друзья Да, они берут ему ключ такой блестящий Он такой открывает Знаешь, он падает такой, как в аниме прямо всё такое Блюр такой Вот какая, значит, сцена у нас в концовке хорошая Ну что, друзья, всё все видели Простите нас за мерзость Пожалуйста, да Ну сегодня день какой-то такой, дусы всё скорее всего Поэтому не будьте такими подонками Проверяйте своих отцов почаще Если вы в чём-то их подозреваете И знайте, рано или поздно вы станете сильнее отца Хе-хе-хе Да, и вы сможете набить ему еблом неизбежно Рано или поздно он ослалит Придётся подождать сколько-то Десять-двадцать лет Пока он ебёт ваших телок Но Хе-хе-хе Потом вы отыграетесь Потом вы будете Ой-ой-ой Ставьте лайки Переходите на мой канал Там вышел новый выпуск Немножко разведенный Во! Очень весёлый Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok